Для тех, кто только к нам присоединился, это подкаст про веб и около веб, про IT в целом и вообще про всякое, и про нас, естественно. Согласен. На самом деле, нас очень сильно изморали говном. Блин, вот это классно. Про обратную сторону луны мы и соврали. Не, ну там есть НЛО-то, правильно? Нет, там Гитлер базы свои строил. Там жужжит-жужжилица, жужжит да кружится. Говорю ей, не жужжи, не кружись, а ты лучше спать ложись. Всех соседей перебудешь, коль жужжать под ухом будешь. Слушай, ну я такой, во-первых, никогда не повторю. Во-вторых, мне ничего не поможет, честно тебе скажу. Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн», выпуск номер 240. 29 декабря, я реально повернулся на физический календарь. 29 декабря у нас на календаре и на часах почти 4 часа дня по Челябинску. Привет. Да, привет всем. Мы пытаемся упихнуть подкаст все-таки в 2020. Мы невпихуемое пытаемся впихнуть, да. Меня Александр Гончаров зовут. Меня зовут Никита Тарасов. А почему мы пытаемся впихнуть? Потому что все самое плохое должно в 2020 остаться. И наш подкаст, он... 240-ое просто несчастливое число уже бредить. Потому как долго мы этот подкаст пытались высрать. Это реально несчастливое какое-то число. Никогда... Если вам будут зарплату 240 тысяч назначать, не соглашайтесь. Нет, если, знаешь, вас в записи на Дарсонваль запишут 240-ым, не приходите. Мало ли, что там будет. Током так... Ибом токнет так сильно, что как бы нет. Я должен теперь сразу спросить, почему ты на Дарсонваль ходишь или что? Нет, я просто вспомнил, что когда я был в санатории, была какая-то, видимо, суеверная тетенька, которая делала нам процедуры мелким. И она пропускала 13-ую запись в своем журнальчике тем, кому сделала процедуры нарочно. Прикольно. Вот я подумал, что 240-й тоже бы пропустить. Но мы запишем в 2020-м. Это считай, что пропустили. Он так... Ты его смонтируешь никогда, в празднике его не послушает никто, поэтому я думаю, он так специально... В феврале он будет актуален на тот момент. Да, он как черная дыра просто, знаешь, собой поглотит весь YouTube и просто все. Не придумал дальше. Ну, вообще, вот то, что ты сказал про 13-е число, это на какой-то прихват из джаваскрипта похоже. Что там, вот, если там минус строка, то вот он приводит, типа, если, ну, как-то вот... Какие-то такие странные исключения. Думаешь, тетенька, она фронтендер, на самом деле? Видимо, да. Хотя бы в прошлом. А в прошлом, кстати, много фронтендеров было очень поэтому. Как мы знаем, опыт 20 лет. На свифте. Ну, под M1 процессоры эпловские. Вообще, это круто. Для тех, кто только к нам присоединился, это подкаст про веб и около веб, про IT в целом и вообще про всякое. И про нас, естественно. Конечно. В первую очередь про нас, а особенно про наши отмазки. Как мы знаем, все отмазки, они остались в прошлых выпусках, но Саня решил все-таки вот взять и распинаться перед некоторыми людьми. Они залаханили нас о том, что мы не знаем вообще ни хрена про Луну. Да, да, было. Просто про такой объект. Это объект, кстати, или субъект Российской Федерации? Луна. Это небесное тело. Вот про небесное тело. Естественный спутник Земли, если угодно. Да. Они просто нас вытерли. Об нас, нами же. И, знаешь, мне стыдно стало чуть-чуть, но я так понял, тебя вообще ты не мог спать из-за этого. Ну, во-первых, я в тот же момент, когда нам написали все эти комментарии, я реально полез в интернет, именно полез в интернет, по лестнице, и посмотрел вообще, ну, что не так. Оказалось, на самом деле нас очень сильно изморали говном. По факту не так уж сильно мы и обосрались. Именно по факту Луны. Мы, когда про это говорили, мы там много всякой другой чепухи наговорили, именно чепухи. По поводу того, там, как что солнце освещает и нет. Но по факту сабжи непосредственно про обратную сторону Луны не сильно-то мы и соврали. Но, учитывая как бы то, что... Не, ну там есть НЛО-то, правильно? Нет, там Гитлер базы свои строил. Все правильно. Короче, мы решили к этому... Блять, я темки не открыл, сука. Мы вернемся к этому вопросу про обратную сторону Луны, потому что, ну, надо как-то по Лебедичу и честь знать. Если мы чуть-чуть не так сказали, надо исправиться. Причем, я здесь прям... Я бы сказал, извиниться надо. Извиниться перед Луной. Да. Вот, короче говоря, в чем суть? Суть в том, что, во-первых, есть статья на Вике, и по комментаторам на YouTube. Да вы что, посмотрите хотя бы статью на Вике, там все есть. Докладываю. Обратная сторона Луны. Часть лунной поверхности, которая не видна с Земли. То есть, сам термин вообще, и все вот это пошло только с перспективы Земли. То есть, с других небесных тел, по тебе, с других объектов и субъектов. В принципе, обратную сторону может быть видно. Просто период обращения Земли вокруг своей оси и Луны вокруг Земли, они очень близки. Ну, там, плюс-минус одинаковые. Поэтому вот ровно как Земля вращается, ровно так же вокруг нее вращается Луна. И мы каждый раз видим примерно одну и ту же часть Луны. Ну, то есть, правильно. Как это, блядь? Я не подготовил. Как другая сторона называется? Другая? Обратная сторона Луны. Ну, нет, обратная это та, которую не видно, а которую видно непонятно. Вообще, far side of the moon, дальняя, называется по-английски, или dark side of the moon. Это light, видимо. Ну, видимо, light. Просто по-русски, ну, окей, прямая сторона Луны. Опять сейчас напишут в комментариях. Да и все. Ну, все. А мы один раз только будем. Два раза бомба не падает в одну воронку. Вот. И чего не скажешь о воронках на обратной стороне Луны. Да, сейчас мы продолжим. Так вот, мы видим по факту где-то 59% лунной поверхности. Есть еще такое понятие, как либрации. Либрации – это подергивание такое небольшое. То есть, хоть и период вращения одинаковый, но наклон земной оси такой. Я сейчас просто скажу. Либрации обусловлены колебанием спутника вокруг положения равновесия в связи со смещением центра тяжести ядра, а также в связи с действием приливных сил со стороны Земли. Эта физическая либрация имеет величину где-то 0,02 градуса по долготе с периодом 1 год и 0,04 градуса по широте с периодом 6 лет. Короче, она чуть-чуть подергивается. Если именно таймлапсом смотреть, то она не идеально вот так вокруг Земли крутится, а чуть-чуть подергивается. И вот во время этих подергиваний мы видим там по одному процентику примерно обратной стороны Луны. Поэтому, в принципе, 59% лунной поверхности Земли видно. Погоди, а те остальные проценты мы вообще никогда не видим? Наблюдать Земли нет. Впервые их сфотографировали СССРовская советская станция АМС, автоматическая метеопланетная станция с под названием Луна-3. Еще в 59-м году, еще до того, как человек полетел. Ну, короче, блин, отправили кораблик, такой как спутник, он тоже выглядит, такой круглый шарик с рогами. И он облетел именно Луну и сфотографировал. На тот момент, естественно, это было, ну, как бы, тебе сказать, не хайрез. Ну, во-первых, сенсация, во-вторых, не хайрез. 27 октября только оцифровали, точнее, наоборот, распечатали, 20 дней печатали, опубликовали в газете «Правда». Ну и, соответственно, там просто, я не знаю, если ты на Вики проскролишь, в фото галереи снизу, вот, первый снимок обратной стороны, там просто ничего не видно, там какая-то звезда смерти. Ну и станции Гитлера, естественно, которые он на обратной стороне строил. Вот. И в чем суть? Суть в том, что у этой обратной стороны есть еще особенности рельефа. То есть то, что мы видим с земли, достаточно хорошо изучены. Все моря, кратеры, вся фигня. А на обратной другой рельеф. То есть там, во-первых, сейчас я скажу точно. А из-за чего так? Это спекилейшнс. До сих пор непонятно, из-за чего так. Ох, е-мое. То есть все-таки там могли бы быть какие-нибудь, раз это еще и загадочное что-то. Я думал, это просто все зависит от того, что с одной стороны Солнце, с другой стороны не Солнце. Ну нет, Солнце, оно везде. Мы как бы вокруг него вращаемся, и вся вот эта наша конструкция, Земля и вращающаяся вокруг нее Луна, она вращается вокруг Солнца. То есть, в принципе, Солнце, оно все обогревает, так скажем. И Солнце, это наша одна из ошибок с прошлого подкаста, что мы тоже сказали, что на обратной стороне Луны нет Солнца. Нет, Солнце, оно везде есть, как бы просто потому, что мы вокруг него, и это все вращается. Вот. Ну смотри, на обратной стороне Луны всего лишь два больших моря. Тогда как на передней стороне, так сказать, их достаточно много. Вот. И на обратной стороне больше кратеров. То есть, как будто бы пришельцы бомбардировали Землю, но Луна закрывала, ну как бы получается, обратная сторона, она снаружи. И как бы все кратеры, все об Луну, короче говоря, взрывалось, а на Землю ничего не попадало. Как будто бы Луна это такой щит. Это причем официально одна из версий. Ну слушай, это очень похоже на правду. Вот как раз таки это реально. Ну бомбардировали, конечно... Не то чтобы умышленно, но просто вот как бы космически какой-то... Ну просто, понимаешь, тогда бы на Земле условно было какое-то пятно одно, где не попадало, потому что его Луна закрывала, а все остальное было бы так же все в кратерах и в говне. Хотя, может быть, под водой где-то там в Тихом океане или в Индийском, или в Атлантическом уже перечислили все, чтобы поняли, что я знаю хотя бы какие океаны у нас существуют. Географию хотя бы знаешь. Вот да. Короче, возвращаясь к тому, когда увидели. Вот, первый раз сфотографировала советская станция. Второй раз, соответственно, американские астронавты пролетали во время миссии Аполлон-8. Никогда высаживались? Высадились все-таки на прямую сторону. Ну просто, опять же, если почитать вообще про космические полеты, как там все высчитывается и так далее, очень сложно так рассчитать траекторию, чтобы залететь за Луну, маленькую такую петелечку сделать и хоп, на нее прилуниться. То есть, это как бы, ну, это должно быть полностью управляемые космополеты. А до сих пор нет управляемых космополетов. То есть, чтобы ты сидел прям за рулем и прям угла дал, и, короче, развернулся и на Луну сел. Нет. Вот. То есть, над ней пролетели американские астронавты в 68-м. Ну и, видимо, фоткали тоже там на айфон. Не знаю. Короче, есть от нее, соответственно, какие-то тоже фотографии с тех времен. И в 12-м году американские астрономы сообщили об обнаружении, короче, нескольких... Блядь, чё? Ну, там это про рельеф все. С тех пор, в 19-м году китайцы отправили Чань-Э-4. И это первый земной космический аппарат, который сел на обратную сторону Луны. Который все-таки дал угла. Да, который все-таки дал угла. Да. Ну, видишь, в один конец. С людьми-то это сложно. В один конец ты можешь дать угла, и там и остаться, и все. Ага. А потом, чтобы еще... Ну, то есть, они просто, как обычно, китайцев туда послали. Им же не жалко, получается. Да. Видимо. Там еще, я тебе скажу, конкурс был, чтобы туда... Конкурс по дудю, чтобы туда отправиться. Потому что хотя бы ты из Китая сваливаешь просто из этой там... Тошниловки с угарным газом и так далее. Блин. Вот. И, короче говоря, они, кроме того, что туда прилунился, это космический аппарат, он еще туда высадил планетоход Юйту-2. И он там это, бороздит Луну и там снимает замеры какие-то типа того. Грунты берет. Я не знаю, как они их заберут потом, эти грунты. Но он хотя бы... На нем, видимо, есть сразу какие-то... Ой, Господи, комментарии напишут. На нем сразу есть химические всякие станции. Он собирает и сразу анализы отправляет на Землю. Наверное. Наверное. Дальше есть статья с постнауки. Это вторая ссылка у нас в слайке вдоль этой новости. Вот. Там как раз обе эти теории указаны. По поводу того, что первое, это то, что типа Луна заслоняла с собой там Землю. И поэтому так получилось. То есть, вот. А вторая... Блин, вот это классно. На самом деле, честно тебе скажу, несмотря на то, что мы тут тупые козлы. И в прошлый раз типа не сильно погрузились. Вот в этот раз я очень много нового для себя узнал. Это во-первых. И реально, похоже, заслоняло. То есть, это как бы выглядит как прикол какой-то. Похоже, так и есть. Ну, вот так. Это базальты. Короче, там вторая тема по поводу состава. Собственно, в чем... Почему эти моря, они называются моря. Там же не вода. Они просто очень гладкие. Гладкие они, потому что базальтовые породы. Вот. И типа на обратной стороне их меньше, потому что там другой состав просто базальтов. И типа когда Луна и Земля отделялись. Типа раньше это какое-то одно было мета-небесное тело. Потом там взорвалось, разорвалось и осталось одно. Вот в тот момент из-за того, что прямая сторона Луны была ближе к этому извержению, там было больше базальтов, соответственно, больше морей. А на задней части, это край, получается, вот этого вот мета-тела, которое разорвалось в тот момент, там меньше была температура, потому что она была дальше от взрыва. И, соответственно, там меньше базальтовых морей, но больше кратеров. Потому что там, ну, ты знаешь, как... Типа тут все разрылось, разорвалось, разлилось, а там такие остались, как усики, что ли, заусенки. Ну, короче, ты меня понял. Можете по-нормальному прочитать на постнаука.ру. Все ссылки будут в описании. Вот. То есть как бы в поп-культуре до сих пор все время, ну, как бы говорят про обратную сторону Луны. Ну, это что-то такое таинственное, классное, прикольное, что там рептилоид до сих пор сидят, оттуда управляют там, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и, наверное, самое известное проявление в поп-культуре, это то, что Пинк Флойд назвали свой альбом «Обратная сторона Луны». Ну, все. Видимо, потому что им, ну, как-то тоже их это заинтересовало, что... Ну, опять же, это то было времена космической гонки. И это, в принципе, очень много было всяких спекулейшенов про космос и так далее. Сейчас Илон Маск как бы пытается вернуть, чтобы это опять стало модно, классно и здорово, вот, но в те времена это, безусловно, там, все хотели стать космонавтами, там, и вообще, и так далее. Ну, да, да. Прикольно. Ну, а интересно, у каких-нибудь других небесных тел есть такие же скрытые? Получается, что у Марса тоже есть спутники? Нет, подожди, у Марса спутники. Есть вообще у Марса спутники? Я знаю, у Луны, о, господи, у Луны, у Юпитера и Сатурна их до хрена. То есть, там 10, 15. И у них тоже есть такие штуки. Видишь, у них, скорее всего, ну, давай, мы сейчас будем прям ресерчить в прямом эфире Юпитер. По привычке, как на работе, нужна неделя на ресерч. И подкасты записываю. Так вот, спутники Юпитера. Возможно, у них период не совпадает. Ты представь, Юпитер, он просто огромный. Он пока вокруг себя обернется, спутник его, может, уже 15 раз облетит. Ну, вообще, да. Это вещь уникально так совпала, что у Юпитера вон спутники, например, Ганимед или Калисто. Они вон, ну, типа, 4 Калисто, и это уже Земля. У него спутники, блин, скоро больше, чем наша планета будет. Поэтому, да, наверное, много у кого есть подобные какие-то совпадения. Но, скорее всего, из-за того, что разница между Юпитером и его спутниками по размеру настолько огромная, там можно как-то с Юпитера понаблюдать их. Но, опять же, Юпитер – это газовый гигант. Там нельзя ничего делать. Там просто все из дерьма состоит. На него никак не посадить ничего. А хотелось бы, в принципе. Блин, это классно. Тут, блин, уже смотреть фоточки просто в статье про Юпитер на Вике. Что-то ты забалдел. Что там полосы разные в разные годы. Там просто газ, он дрейфует прямо на Юпитере. Таймлапс, опять же, показывают. То есть, там не то, что спутник. Там сам Юпитер каждый раз разный. С разными морями и кратерами. Поэтому о чем говорить. В общем, вот. Ну, ты, собственно, уже сказал свои комментарии по этому поводу. Конечно. Мои комментарии. Классно по тебе. Да, мне понравилось, что мы отмазались. Я надеюсь, что прокатит. Давайте потом посмотрим в комментариях, прокатило или нет. Пишите в комментариях вообще, что как. А мы двигаемся дальше в дизайн. Нам часто опять стали писать, а что вы так мало стали про дизайн говорить. А мы как бы просто, во-первых, вспоминаем, что мы, кроме того, что мы визуальные подкастеры, мы еще и аудиоподкастеры. Ну, как бы все, что касается дизайна, его нужно смотреть. И очень много слушателям представлять. Как-то не хочется их заставлять. Но, в общем-то, это наша фишка. Поэтому, слушатели, просто представьте. Дальше тема про цвета. Да. И дальше не то, что тема про цвета. Я бы сказал, сейчас как раз пошли темы, вот с этой темы конкретно, такие, по которым можно понять, что это предновогодний выпуск. Да, мы подводим, типа, итоги какие-то. Да, какой-то такой вот на грани предновогоднего или уже, может быть, новогодний. Значит, выпуск. И поэтому, соответственно, понтон наконец-то сказали. Хотя, что наконец-то? Мы солили, наверное, эту тему месяца два. Сказали про то, какие цвета года. 2021-го. Соответственно, они назвали их наконец-то, как они всегда и делают. И наверняка, опять же, все в курсе, что это за цвета. Поэтому мы здесь будем обсуждать не конкретно качество этих цветов, а конкретно, что мы думаем по этому поводу. Два цвета. Ultimate Gray. Как вам Ultimate Gray? Это 17-5104. Это серый цвет. Примерно цвет прямой стороны луны, которая освещена. Да, да. Тупо серый цвет. И второй иллюминейтинг. Это очень желтый такой цвет. Вот два цвета, оба, они символизируют 2021 год. И здесь на понтоне, как в самых лучших, знаешь, традициях ресторанов или даже не знаю чего, здесь таким вкусным языком написано вообще об этих двух цветах. Или, как вот знаешь, если ты покупаешь какой-нибудь, может быть, там, может быть, мебель в Икее, я не знаю, как все это так описывается или нет. То есть о каком-то таком обычном предмете очень вкусными словами. Или, знаешь, о каком-нибудь вине за 150 рублей. Сзади на берточке будет написано, что декупаж, который раскрывается вам. Вот здесь тоже серый, который как бы вместе с желтым символизирует нам, что есть надежда на что-то хорошее. И как бы вот этот серый, строгий, перетекающий вот в этот желтый, который как бы про будущее. В общем, здесь очень красивыми словами. Я не могу такое даже воспроизвести заново то, что я прочитал. Ну, в целом, достаточно два контрастных цвета. Серый и желтый. Ну, в принципе, да, действительно контрастный. Цыпленочек на Луне. Так, это как Незнайка на Луне, только Цыпленок. Хотя Незнайка, у него как раз желтые волосы были. Так что да. Да. Достаточно киберпанковые цвета, на самом деле. Именно, причем вот игровые. То есть там тоже такой же желтый и, возможно, такой же серый. Что еще можно сказать по этому поводу? Я бы не сказал, что это как-то плохо. Я посмотрел на оба цвета, и вообще сочетание прикольное. Серый и желтый классное. Тем более, что уже были двойные цвета. Ты вот напомнил в Телеграме, что уже были победители как бы года два цвета сразу. Такой розовый и голубой, кто помнит. Да, это прецедент уже был в 2016 году, конечно. Поэтому здесь ничего необычного. Могли сказать, типа, о, вы ради 2021 сделали два цвета. Нет, уже такое было. И мне кажется, что прикольная тенденция. Потому что, как обычно, выберут какой-нибудь один. И он всем не понравится. Хотя раньше были всякие марсала, были такие какие-то загадочные цвета. Это более по-простому, я считаю. Серый и желтый, ну, как бы без какой-то загадки. Но, с другой стороны, хороший контраст. И просто мне нравится. Мне оба цвета нравятся. Как их можно было бы, опять же, использовать, это уже другой вопрос. Потому что, как обычно, мы знаем, здесь сделают какой-нибудь цвет. И ты думаешь, ну, и что, и куда его воткнуть? Вот куда этот серый с желтым? Вот куда? Слушай, вот тут, если ты по ссылочкам похожи, здесь вот шапка вот эта желтая. Introduction, Tools for Designers, Pilot Exploration и так далее. Вот даже в Tools for Designers, когда перейдешь, там есть ссылочка, что два полотенца, например, серое и желтое. Это так контрастно лежат. Кеды серые с желтыми детальками. Там желтые носочки, какие-то боковинки там. Вот. Бабочка желтая на серой рубашке. Да, здесь даже кухонная утварь, так скажем, которая разделена по цветам. Что-то серое, что-то желтое. В целом... Из желтого, правда, только контейнеры под лимон. Но, в принципе... Да и сам лимон. Ну, подожди, а тут есть лимон? А, ну да, два лимона сверху еще под сол... Это какие цветы? Я не знаю, как называются такие цветы. Возможно, это какие-нибудь герберы. Хотя... Герберы большие, а тут кустистые какие-нибудь эти. Может быть, это гвоздики? Гвоздики. Мне тоже кажется, гвоздики. Но из желтых гвоздики это редкость, наверное. Ну, чуваки, напишите в комментариях. Меня-то больше интересовал вопрос, как это в веб-дизайне. И как это на странице можно сделать. Вот мне сейчас приходит на ум, как у них здесь сделано, в принципе, тоже. Вот кнопочки желтые, а серые, можно какие-нибудь ссылки, заголовки, может быть, сделать. Какие-то разделители, сепараторы, так называемые. Тинькофф Банк за нас уже подумал, как подобный желтый цвет использовать, как акцентовый цвет. А все остальное серым сделать вообще несложно. Я тебе больше скажу, мне кажется, у них вот так и сделано. По-моему, это просто под Тинькоффа работают понтонцы. Полит Эксплорейшн, он предлагает, собственно, эти, как это, палитры, сочетающиеся как раз. Там желтый и серый есть, но к ним абсолютно разные тоже цвета. Ну, прям, еще эти палитры классно так называют. Enlightenment, типа, просвещение. Ну, да. Ну, то есть, как ты говоришь, вкусно. Поэтому, в принципе, можно всякое использовать. На самом деле, сочетания, мне кажется, вообще любые можно. Вот именно с серым и желтым, они здесь вообще не заморачивались. Они прям бахнули разных других оттенков, других цветов. И все выглядит классно. Да. Есть так называемые монохромные цветовые палитры, когда ты используешь оттенки одного цвета. Так вот, сильно заниженный желтый, если сильно занизить у него hue, то есть, саму составляющую цвета, ну, как бы любой цвет в серый превращается. И, соответственно, можно использовать серый и разные оттенки желтого. И это тоже, в общем, будет достаточно неплохо сочетаться, если вы просто загуглите, что такое монохромные цветовые палитры. Хотя вы-то наши слушатели и зрители стопудово знаете, что это значит. Да ты что, там у наших зрителей и слушателей встроенный в голову такой генератор. Мне кажется, даже градиент был бы прикольный, как раз если ты желтый сведешь в серый. Да, круто. Тоже будет неплохо, да. Ну, да. Мне просто еще, знаешь, к вопросу вообще о том, насколько Пантон уполномочен этим заниматься. Об этом Лебедич очень прикольно сказал, что, типа, это просто обычная там шарашкина контора. Вот вы, говорит, там, у вас парикмахерская на четвертом этаже офис, а соседний офис – это просто институт Пантон. Они, говорит, просто так называют институт Пантона, по факту это, говорит, просто вот в соседнем здании с вами сидят, что-то придумывают. И как бы деньги на этом зарабатывают, и все. То есть, они просто были первыми, так сказать, кто начал вообще, ну, запариваться за цвета, как-то об этом высказываться и так далее. Потому что, ну, у них достаточно большая история, я так понимаю, лет 40, как минимум уже. Даже так. Да, и это просто, вот, они первые начали важничать по поводу того, что вот мы тут, ну, вот, если мы зайдем в About Pantone, Who We Are, то здесь, да, в 63-м году они именно с печатной продукции начинали. То есть, это просто, условно, типография была. Но они просто задрочили тему цветов, начали придумывать, придумывали вот этот веер с цветами. И потом у них все уже там слизывали, кто дальше там занимался цветами, потому что сейчас их много разных этих систем с веерами и так далее. Вот. Но по факту это просто обычные, как бы сказать. Не то, чтобы я хочу преуменьшить их вклад в поп-культуру, опять же, стопудово. Теперь из-за того, что они вот как бы такие установили какие-то индустриальные стандарты, людям тоже проще на них ориентироваться. Зачем выдумывать каждый раз что-то, если можно просто на кого-то ориентироваться. И вот так, как бы сейчас это все существует в симбиозе в таком, что эти просто придумывают, все остальные берут и погнали. Просто про студию Артемия Лебедева можно так же сказать, как и про понтон. Такая же Шарашкина контора, которая изначально делала сайты там или... Вот. И сейчас это уже, ну, история какая-то. Или реально это какая-то даже поп-культура, можно сказать, для нас. Для русских, по крайней мере. Ну, в общем, вот, да. Причем они, насколько я сейчас посмотрю, чтобы не обосраться, они британцы. О, блин. Ну, это еще, это добавляет им солидности. Ну, данные... А, так, это их родительская компания, это Мичиган уже теперь, X-Rite какая-то. Вот. А так... Ну, блин, у них понтон.com.uk открывается изначально. Видимо, да. Но я сейчас уже не найду. Это надо на Вики, опять же, статью смотреть. Вот. Ну, круто, круто. Я не против того, что два цвета. Помнишь, Санек и засрался? Что, типа, вот еще два цвета. Я, правда, не понял, почему именно он и засрался. Ну, два и два, казалось бы. Вот. Но, в общем и в целом... Кстати, здесь еще, блин. Я когда зашел сейчас на Tools for Designers, здесь указано, что... А вот если вы на хлопки печатаете, то вот такой надо оттенок? Нет, конечно, конечно. У них там все. Для каждого материала там все как надо написано. Ты что? То есть, они работали чуть-чуть. Ну, да. То есть, хоть это и Шарашкина контора, но там есть штат сотрудников, и они не зря просиживают свои кресла. По крайней мере, в последние две недели Нового года работают. Опять же, по тебе, возможно, мариновали долго. То есть, здесь нету нигде даты выпуска новости, так сказать. Да, ну, вообще, я помню, был момент, когда чуть ли не в октябре был представлен цвет года. Да, такое может быть, но это не умаляет того, что они могли над этим поработать пять часов. Это правда. Да, да. Ну, в общем, вот интересно. Почему не было ничего, никакого маска желто-серая там? Ну, в смысле, медицинская, я имею в виду. А, согласен. Ну, видимо, они хотят уже отринуть это, понимаешь? Уже отбросить это все. Да, уже они всегда были, может, на удаленке, они даже не в курсе. Ну, хотя нет, сложно быть не в курсе вообще того, что происходит. Ну, круто, круто. Интересно было. Мне понравилось наше обсуждение. И я сейчас умышленно буду затягивать переход к следующей теме, потому что я не помню, сейчас у нас отсечка, так сказать, или не сейчас. У нас не сейчас, у нас следующая тема, это про веб-дизайн в 2021 году. Очень смешная тема, анекдот, я бы сказал. Ну, все, тогда мы можем открыть куртку цвета писташки. Значит, почему анекдот, я объясню вам, я объясню. Мы здесь с Аней подкаст пишем где-то уже в течение, ну, лет пяти, я не совру. Или сколько? Или шести. 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 В марте было шесть. То есть уже скоро семь будет. И раньше мы очень сильно подходили к вот таким темам, как данная. Очень сильно, я бы сказал, ну, серьезно. И более того, я думаю, что в этот раз это, может быть, даже будет обложка нашего подкаста. Да, потому что предыдущие наши подходы к таким темам, когда они были на обложках, они заставляли людей кликать. Поэтому мы не можем не воспользоваться. Но, да, но прочитав эту тему и вспомнив, какие до этого были темы, также про веб-дизайн 2020, веб-дизайн 2019. Я теперь понял, почему анекдот. Веб-дизайн 2018. Короче, я просто не понял, какого хрена здесь происходит в этой новости, мать твою. Вот так. Просто чувак, во-первых, он пишет такой, нифига, прикиньте, 2021 год, шок, сенсация, нам столько придется всего сделать с вами. Так много новых открытий в веб-дизайне. Вау, столько новых решений. Я уже вижу первое, самое главное. Например, эффект параллакса. Я такой читаю, я за какой год-то смотрю вообще новость-то? Вообще-то веб-дизайн какого года? Но он пишет на самом деле, что да, действительно параллакс в 2021 тоже будет актуален. И как бы с 2011 года уже обсуждается эта параллакс-анимация, которую мы знаем. Мы знаем, когда, попробую для слушателей пояснить, это когда фон как бы едет чуть-чуть, такой бэкграунд. Когда фон едет с другой скоростью, чем скролл ваш. Да, да, вы скроллите, а как бы фон едет чуть с другим, и как бы у вас скроллится текст на фоне фона. Вот такой вот параллакс-эффект. Даже не знаю, как его нормально объяснить. Параллакс-эффект. И он, вот короче, мы с Саней сколько бы ни обсуждали, этот параллакс-эффект в каждом году это будет тренд. Это супертренд, суперинновация. Причем, если мы перейдем, знаешь, как вот есть реальный сектор экономики, это бизнес, то, что зарабатывается и так далее. Не акции, а именно где на земле, что называется. Так вот, параллаксов по факту стало меньше и меньше. То есть, ну, году в 2014 как раз его до хрена было. Даже каждая страница какой-нибудь JS-библиотеки, на ней, вот именно на самой репрезентационной странице этой библиотеки был параллакс. Сейчас его по факту реально везде меньше. Да, по-моему, как раз таки он уменьшается с каждым разом, потому что все поняли уже, что ну зачем. Хватит. По чуваку, вот который написал, параллакс-эффект это будет тема в 2021. И я думаю, ну ладно, хорошо, он вроде бы назвал, может быть, дальше будет что-то меня удивить. Да, да, да. И дальше я смотрю, ну, следующий пункт это доступность, accessibility. То есть, то, что заставляет нас радоваться тому, что мы можем видеть, даже если у нас плохое зрение, проблемы со зрением, мы, как у меня, например. Ну, нет, на самом деле здесь говорится, конечно, вообще о конкретных проблемах со зрением. Надеюсь, что, наоборот, ни у кого таких нет. Но, тем не менее, все равно мы знаем, что нужно делать сайты доступными и для таких людей. Соответственно, accessibility это будет тема в 2021 году. Чтобы были контрастные цвета, чтобы можно было прочитать с плохим зрением. Короче, просто как-то, в принципе, визуальная часть сайта должна быть доступна. Ну, и даже хотя бы сделать какой-то отдельный режим на сайте, как вы знаете. Чтобы можно было нажать его, активировать, и люди с проблемами со зрением смогли, ну, контент потребить. Это тоже мы видим с 2000 какого-то года. Я не знаю, какого. Но я не буду говорить, что это там какая-то совсем уж старая штука. Но тоже, знаешь, вместе с параллаксом, мне кажется, с 2011 тянется. Ну, во-первых, все новое, хорошо забытое, старое. А во-вторых, у меня есть что добавить в accessibility в защиту Дэвида Уотсона. Это тот, кто написал эту статью. Поэтому давай заверши этот пункт, и я тоже выскажусь. Ну, в принципе-то и все. То есть, это тема. Accessibility. Видишь, accessibility это не только про там визуальные, там какие-то звуковые и так далее. Это еще про то, чтобы с разных девайсов было доступно и понятно. А нетрудно догадаться, что сейчас все больше и больше девайсов получили доступ в интернет, и на них на всех как-то что-то должно выглядеть более-менее пристойно. Я понимаю, что есть классические шутки типа браузер в микроволновке. Я, честно, не видел микроволновок с браузером. Может быть, уже есть. Но, например, условный Apple Watch. В них нет непосредственно приложения браузер. Но есть хинт, как зайти на сайт с Apple Watch. Посылаешь себе на почту ссылку, заходишь в приложение почты в Apple Watch, оттуда жмешь, и открывается, ну, типа, WebView Apple Watch. И, в принципе, мне, если честно, очень понравилось смотреть, как выглядят сайты на часах. Потому что почти все, что я видел, выглядело очень пристойно. Несмотря на то, что не хватало, как бы сказать, плотности пикселей, чтобы, ну, насладиться в полной мере, так сказать. Вот. Но это все равно достаточно занятно. И сам факт того, что вдруг кто-то пошлет ссылку на ваш сайт кому-то на почту, ну, такой нормальный кейс, да, понятный. И кто-то ее откроет на часах, и он хотя бы что-то там увидит, поймет, и хотя бы как-то сможет, ну, типа, как я хотя бы поржать, что, о, прикольно. Уже дает вам, как бы, возможность того, что, ну, надо бы проверить, там, адаптировать, подумать об этом хотя бы. Вот. Кстати, опять же, это тоже тема. Тянется давно, но про нее не то чтобы забывают, но ее нужно постоянно упоминать, я считаю. Это правда. Что разные девайсы должны нормально отображать вашу страницу. То есть, в целом тренд. Это еще сложно бизнесу доказывать каждый раз. Ну, то есть, на это же время нужно, в том числе, чтобы хотя бы просто проресерчить, как это выглядит на условных часах, там, одних часах, других, третьих. Вот. И оно, поскольку это не приносит реальных денег, я не знаю, есть ли в этом WebView Apple Pay сразу. На часах-то понятно, есть Apple Pay, но условно, можно ли сразу с часов послать ссылку на какой-нибудь товар в интернет-магазине и сразу его там купить? Я не знаю. На Mac'ах уже есть Apple Pay, то есть, ты можешь прям из Safari оплатить что-то там с часов или с телефона через там NFC, там, подтвердить там и так далее. Не знаю, можно ли это сделать с часов, опять же, это интересно. Просто, чтобы хотя бы, ну, сказать, а вдруг, вот, чувак, он-то гоу, ему послали, он там, его в метро сильно жмут, он может только вот с часов, и он сейчас в метро едет 40 минут, и он от скуки возьмет, да и купит какой-нибудь там, я не знаю, микроволновку с браузером. Вот, поэтому надо, типа, сделать на часах. И второе, я скажу, вот вышел сейчас, я вам кидал в чатике новые электронные книжки цветные. То есть, цветной e-ink дисплей стал, ну, как бы, набирает обороты. И вот там-то есть браузер, потому что там Андрюша, именно Андрюша. Так. Вот. И интересно, как там это выглядит, потому что там реально, типа, 256 цветов, условно, есть, и, ну, вот это уже реальный рынок, условно, потому что сейчас там киндлы цветные пойдут, там, может, уже есть, не знаю, не в курсе. Вот. Но, как бы, это тоже уже момент, который требует ресерча, и хотя бы, ну, вникнуть. Понятно, что там Андроид, и, условно говоря, если там, ну, типа, хромиум-движок V8, то выглядеть-то будет нормально, там, Флексбокс поддерживается. Условно, и так далее. Но вот цвета, цвета, передача, и какой-нибудь режим там какой-то, может, там, повышенной контрастности для этого сделать, уже было бы неплохо. Это реально прикольно, это интересно. Особенно обсуждать в подкасте, это интересно. А доказывать, что там... А даже, ладно, доказывать. Допустим, тебе выделили на это время. По факту, говорить об этом веселее, чем править под такие девайсы. Возможно, там столько костылей придется сделать, чтобы это выглядело пристойно, но если вы true frontender и горите своей работой, не как мы, да, то, в принципе, это круто. Это то, о чем стоит задуматься. И, в общем, в этом смысле я защитил сейчас Дэвида Уотсона, как мне показалось, что действительно accessibility все еще набирает обороты. Особенно вот так, если в среднем посмотреть по миру, где-то только еще завезли телефоны в каких-нибудь странах, смартфоны. В России, например. Да. И, соответственно, там тоже завезли не топ-флагманы, а какое-нибудь там что-то. И, ну, как бы... А у этих людей тоже есть там какие-нибудь две копейки, чтобы там у вас что-то купить, посетить ваш сайт, оплатить подписку на него и так далее. Поэтому, наверное, это было бы неплохо. Слушай, я придумал сейчас тренд года. Так. Вот веб-дизайну. Ну-ка. Я придумал, короче, что он свежее, чем все это вообще здесь есть. Так, я готов. Короче, тренд года – это не упускать рынок каких-то стран, которые могут быть, короче, не такие платежеспособные, как Америка. А? Как тебе такой тренд года? Ну, хороший. Ну, опять же, это надо в каждом этом. В каждом конкретном случае считать. Но вообще тренд года – об этом задуматься. Давай ни тебе, ни мне. Согласен. Как минимум. Про это подумать. И нам, и пиджакам. Этим. Крепоратам. Да, да, да. Кребанам. Окей. Следующий пункт – это ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет. Темный режим. Темная тема. Опять же, не столько ново, сколько не везде я вижу все равно темную тему на сайтах. Просто по бреду в рифму придумываешь, что не столько ново, сколько говно. Согласен. Причем, да, и опять же, не везде хорошо получается. То есть, вот включаешь темную тему на сайте, а там все равно плохо. Если особенно ты в темноте прям сидишь. Да, да. Бывает все равно по глазам бьет. Чуть-чуть по другому, но бьет. Да, да, да. То есть, темный режим, он будет трендом 2021-го, так как везде, везде уже стараются внедрить это. Как ты считаешь, настолько ли это вообще серьезная тема, темный режим? Здесь нет серьезных. Я пользуюсь. Я люблю, когда я просто захожу, у меня в оси темный режим, и он на сайте подхватывается, и у меня на сайте тоже темный режим. Вот это я люблю. А так, чтобы самому вручную включать, не моя история совсем. Мне больше всего горит от того, что YouTube, сука, все еще не сделали, чтобы из оси ловился темный режим. И я очень часто бывает, ну, меня реально задолбает, я включаю темный, потом прихожу днем, у меня там темный, мне приходится обратно переключать, я каждый раз думаю, что, блин, чуваки из Google, вы серьезно вообще? Почему вы все еще этого не сделали, я не понимаю? Хотя бы в приложении на телефоне. Почему приложение на телефоне не меняется? Вообще не знаю, там есть темный режим или нет. Я реально YouTube часто смотрю вечером, уже когда свет везде выключен и так далее. Есть тут темная тема или нет? По-моему, была, потому что я, как минимум, раньше включал в браузере специально. В браузере-то да. А я вот смотрю, вот на iOS нету. Вот нету. В творческой студии есть базар, у меня там подхватывается. Хотя бы комменты наши я могу почитать в комфорте. Казалось бы, на хрена. Но в потребительском YouTube приложении нету. Может быть, в андроидном есть, в iOS нету. Очень странно, потому что как раз, да, то есть люди стопудово в темноте смотрят видосы, Вот именно. Очень странно. Вот тренд для них. Это для них, может, им еще параллакс добавить. Наконец-то уже. И аксессибирить. Чтобы с часов видео можно было смотреть. Пойдем дальше. А, кстати, можно с часов видео смотреть? Нет, там горит говно, типа, посмотрите на телефоне. Ни гифки, ни видосы, даже есть телеги. Нет, там просто заглушка такая серенькая, и на нем телефон. И все. Ну, ясно. Ладно. Пока еще не дошли технологии до часов. Я думаю, это чисто связано, опять же, с аккумулятором, чтобы у тебя там не посадилось. Да, да, да. Думаю с этим. Так-то что, показать на любом экранчике, можно любое говно показать, как мне кажется. Смотрели раньше же на Siemens и CX65 видосы? Ну, и гифки, само собой. Конечно. Если Doom можно везде запустить. Да. Ну, вот так вот. Следующий пункт, это у Уотсона, собственно, следующий пункт, это веб-дизайн for causes. То есть, веб-дизайн по каким-то причинам. Кстати, хороший перевод. У меня в голове ровно эта же фраза была. Да. То есть, это то, когда мы делаем веб-дизайн для чего-то такого очень нужного, полезного. Как, например, веб-дизайн сделать красиво какую-то формочку для отправки денег в помощь, там, для ковидным чувакам. Или какие-то, ну, в общем, пожертвования, например. То есть, такое что-то связанное с, ну, с донатами. В общем, такая штука, которая очень важна людям. Мне кажется, это, ну, всегда тренд. Но сейчас, ну, прям совсем. Вот это, да, можно, можно сказать, что могут. Действительно, это пункт очень актуальный. Помнишь, когда мы еще активно с тобой вели в ВКонтакте наш паблик, мы под разные случаи меняли чуть-чуть дизайн. Там под рождественские. Конечно, было. Я не помню, под какой еще, там, типа, пасхи. Это тоже фокозис, ты хочешь сказать? Ну, это тоже козис, я тебе скажу. Они, конечно, не критично плохие. Ну, это такие рафлокозисы. Вот, но мы уже тогда понимали, что будет трендом. Да, да. Ну, вот такой пункт, достаточно актуальный, хороший. Вот это мне понравилось. Мне следующий пункт тоже понравился. Между прочим, я с тобой сейчас хочу обсудить. Ух ты. Иллюстрации, мультипликационные иллюстрации в веб-дизайне. То есть, когда у тебя, в принципе, сайт, он частично, там, бэкграунды или какие-то еще вещи нарисованы в таком мультипликационном стиле. Может быть, даже там есть какие-то карактеры, так называемые. Какие-то такие персонажи мультипликационные прямо на сайте. Почему бы нет? Это затратная штука. Вот звучит как очень затратно, потому что, ну, нужно, во-первых, сначала художников попросить очень сильно, слезно об этом нарисовать это все. А, во-вторых, потом еще и заверстать это так, чтобы на всех разрешениях, на всех телефонах и часах ваш вот этот мультипликационный дизайн смотрелся нормально. Еще продумать перед этим. Ну, то есть, сделать так, чтобы это не в игру превратилось, а чтобы это как бы так незаметно, но при этом дополняюще, классно. Да, согласен. В этом плане, короче, это сложно, но это, мне кажется, очень круто. То есть, я хочу привести пример не совсем с веб-дизайном, но с дропбоксом. Вот они любят в дропбоксе, по крайней мере, раньше, немножко окартунивать, так скажем, свой дизайн. И у них реально все такое полумультипликационно нарисованное, короче, такими иллюстрациями. Везде вот эта коробочка раскрывающаяся, их логотип. И вообще это выглядит очень круто. Оно еще так минималистично нарисовано. И контурно как-то, я не знаю, это прям вот супер круто у них было, по крайней мере. Сейчас я вот не обращал внимания. Да, так же все еще. Вот, и, короче, это круто. Это еще добавляет какой-то, во-первых, души в проект. Знаешь, это не просто такой вот какой-то, как будто какая-то корпоративная хреновина дропбокс. Знаешь, там типа как Google Drive, там, я не знаю, ты просто скинул файл и все. Да фу. А дропбокс прям вот видно, какая-то такая твое хранилище личная, такая какая-то хипстерская штука добавляет души реально. И мне кажется, что если у каких-то больших продуктов появятся в веб-дизайне вот такие вот заигрывания с мультипликацией, скажем так, то есть если у какой-нибудь, опять же, вот возьмем какую-нибудь очень серьезную штуку, типа банков, какой-нибудь Wells Fargo банк американский. Вдруг вы знаете такой банк, не дай бог. То там можно было бы обыграть с этими их ковбоями, которые едут на повозке. Можно было бы классно сделать. Но, опять же, надо ли этой аудитории, надо смотреть, отталкиваться от ЦА, как любят говорить. Опять же, вот этим вот корпоративным языком. Но, как мне кажется, что это вот, оно классно. Оно мало кому вредит. Я думаю, самый удачный пример из жизни это Дисней. Ну, то есть они реально тем, что... Вообще, ты вот остановился сначала не только на мультипликационе, а на том, чтобы маскотов каких-то придумать. И Дисней, когда придумал Микки Мауса, и то, что он стал сопровождать Дисней везде, стал его символом, я думаю, у них бустануло нехило. Намного больше, чем просто они мультфильмы бы делали и все. То есть это всегда, когда есть какой-то твой друг условный, как скрепка в Microsoft Office, оно тебя вовлекает. Вот в Reddit же тоже есть у них вот этот инопланетянчик. Которого переделывают, опять же, в Focosus. Да, который в Focosus. Вот они, мне кажется, сейчас они же постоянно пытаются продавать свои вот эти награды, монетки и так далее. Постоянно заходишь, и тебе дают одну бесплатно по наркотикам, а потом дальше тебе их покупать надо. Правда, они почти каждый день уже дают одну бесплатно, поэтому, в принципе, можно не покупать. Но тебе дают обычно бесплатную скучную всякие, а покупать можно разные интересные. Но, тем не менее, и везде вот этот чувачок, инопланетянчик тебе это предлагает. Если бы это было просто сухо корпоративно, реально хотелось бы сразу быстро закрыть, ах, не дай бог. А тут нет-нет, дочитаешь про это все, и что-то как-то, видимо, на подкорке остается, и уже потом, глядишь, через пару месяцев уже и покупаешь монетки у них, или подписку платишь. Если подписку платишь, тебе каждый месяц отсыпают сколько-то монет. Причем в этом плане как раз-таки Reddit достаточно аксессибильно сделано, и он достаточно сухой такой. Да, то есть его можно, опять же, смотреть с любых девайсов и со всего, и всем подходит, но вот плюс дополнительно еще маскот, то есть они... Вообще, вот их Reddit можно как в любой из этих пунктов упомянуть. Там тоже в телефоне сразу ночной режим включается безотказно. То есть, в принципе, они молодцы по полной. Но сейчас посмотрим дальше, что будет. Но в какие следующие пункты? Но пока что прямо они все попадают. Да, да. Окей, идем дальше. Следующий пункт это аудио. Аудио, как элемент дизайна. Тоже, знаешь, хочется вспомнить какой-нибудь 2011. Даже пятый, наверное. Да, когда реально заходишь на какую-нибудь страницу вообще на рандомную, и у тебя начинает играть музыка абсолютно из колонок, а ты не понимаешь, какого хрена, а потом понимаешь. И это много использовали. И сейчас даже, ну, целый HTML-тек сделали под это дело. Если вы не знали. И вообще все, сейчас должно быть все классно. В 2011-м поди сделали. Ну, как-то тогда сделали, да. Вот, и можно максимально все просто, элементы управления там классно сделать, все красиво, останавливать аудио и делать вообще, чтобы прям у вас там заходишь и сразу играет. Ну, с другой стороны, пока, я так понимаю, еще не сделано гениально, как на каких-нибудь, знаешь, типа, саундклаудах или, я не знаю, на Spotify есть или нет. Там, где ты, типа, одну страницу закрываешь, но если у тебя вторая открыта, то у тебя все еще воспроизводится. Вот, вот если еще такое будет, это вообще будет. Здесь видишь, здесь именно аудио как дизайн-элемент. То есть, условно, что без аудио у тебя как будто бы неполный экспириенс. То есть, не в тупую, что это просто сайт с проигрывателем, как бы, да, а именно, что там ты на ссылочку кликну, там пынька какой-нибудь. Ну, это сейчас просто тупой пример в лоб, но тем не менее. Я понимаю, вот как раз для этого, я считаю, звук должен поддерживаться на всех страницах открытого вашего домена. Это было бы идеально, тогда все переходики бы были со звуком, и вот это было бы круто, да. Может быть, это действительно станет трендом? Чувак, мне кажется, немножко уже подвыдавливал трендики. Чуть. Уже он согласен, может быть, да. Ему сказали, ему заплатили за тысячу символов, условно, там, статью, и он сидел, давил дальше. Хотя он, на самом деле, фаундер дизайн-дриттла, на котором мы это читаем. То есть, в принципе... Да, он наоборот, он такой думает, блин, это вот как, знаешь, типа, нужно же сколько-то треков на альбоме записать. Да, да. И ты шесть хитов записал, а дальше такой, да что такое, надо еще придумать до двенадцати, чтобы на эту, на пластинку помещалось. Вот. И вот он так чуть-чуть подвыдавливал. Потому что следующее, опять же, видео. Видео, как тоже дизайн-элемент. Я даже не знаю, как развернусь. Видео, это тренд уже сто лет, с тех пор, как киноиндустрию придумали, вот. С тех пор это тренд. Может быть, как-то сделают так, чтобы не видео встраивалось в веб-дизайн, а веб-дизайн в видео. Вот это уже будет другой разговор. Вот это уже будет технологии. Когда у тебя действительно будут активные... Ну, Гарри, Гарри. Я помню, был тренд. Вот тоже 2017, как говорится. Но уже хотя бы не 2011, но да, где-то 2015-2017 было. Мне нравились, на самом деле, видео-хедеры, несмотря на то, что они иногда очень сильно тормозили, использовались не по назначению и так далее. Но когда качественно, классно. Смотришь и прям, блин, оно так мощно. Особенно, когда у тебя, если Full HD какой-нибудь моник, ты открыл, у тебя такая хреновина, блин, балдеешь. В эпоху 2,5К и 4К слышать, что ты восхищаешься Full HD монитором, это реально ты где-то с 2015-го. Ну, как раз. Я имею в виду как раз, когда эти были, да. Понятно, сейчас уже никого не удивить. Сейчас как раз наоборот все открываешь, и у тебя на Reddit там белые буковки на черном фоне. Ну, кстати, смотри, я вот в этом году использовал видео, именно WebM, гугловское видео. Оно поддерживает прозрачность. И мне надо было сделать анимацию конфетти классную. И вместо того, чтобы мучиться делать там это со свечи или с кэнвасом, нам подрядчики сделали в авторе, в авторэффекте это. И скинули мне просто проект, и я оттуда экспортировал с альфа-каналом WebM видео, и встроил его тупо на страницу, чтобы когда чувак прошел тест, ему показывалось прям поверх всего окошечка с тестом, поверх всей формочки конфетти падало. Вот я встроил видео туда непосредственно. То есть, в общем-то, это реально работает. Но я бы не сказал, что это прям супертренд, потому что это все равно там, ну, сколько-то мегабайт, наверное, 5-10 это было, чисто ради конфетти. Но я его предзагружал. То есть, тест ты не мог пройти сразу же. Вот. И я его предзагружал, и даже если ты самый большой тупица в мире, то тест ты все равно будешь проходить там, ну, несколько минут. А чтобы несколько минут у тебя 5 мегабайт грузилось, это вряд ли. Поэтому как бы не было проблем с тем, что видео еще не прогрузилось, и человек уже выполнил задание. Но, тем не менее, вот, тоже, так сказать, этот тренд. Да. Давай, Саня, я прервусь, я уже вижу, у меня звонят. Что-то, короче, это не то. Это моя доставка суши у меня пришла вообще. В принципе, тоже важный момент. А я только галеты взял. Сейчас, секунду, я их распакую, чтобы ничего сказать. Да, давай. Да, я тоже. Ну, круто, что, продолжаем. Мы, что, мы где были? Мы, мы были с тобой. Видео сказали. No code. No code мне нравится больше всего, честно тебе скажу. Это тренд того, что делаем сайтики-сайтики, или хотя бы шаблончики без кода, без написания кода, как вы могли догадаться. То есть, тренд в том, чтобы, абсолютно не заморачиваясь, сделать сайт вообще не печатая ни одного символа, так скажем. Кодового, естественно. Что ты можешь сказать по этому тренду? Вот насколько вообще это, опять же, не 2011? Слушай, разумеется, об этом уже говорили. Вот, но сейчас, может быть, он имеет в виду, что больше инструментов стали, которые выдают не говно хотя бы. Типа фигмы, типа... Нет, фигмы это просто дизайновые макеты. Типа тильды, ты хотел сказать. А, а фигме нельзя, да, там прям нажать, чтобы оно все было хорошо? Ну, нет, там просто макетки хранятся, и можно из них брать, там, копировать CSS-ку сразу и так далее. Но нет, оно тебе не закончится сразу сайт. Что? Во всякие такие штуки уже давно, типа, пытаются вмонтировать. А в Zeppelin тоже нет, да? Может, есть какие-то плагины? Не знаю. В Zeppelin я тоже не видел. Я их использовал, Zeppelin, чисто как хранилище макетов и доступ там к ним, ко всяким. Ну, короче, может быть, напишите в комментариях, если есть такая возможность где-нибудь. Но я думаю, что это имеется в виду именно всякие фигмы, рейдимаги и прочие бреды, прочая нечисть. Но я до сих пор скептически к этому отношусь. Хотя, опять же, бывает, когда у тебя чистый утилитарный момент. Надо вот сделать просто какую-нибудь там фигню. Ну, там, словно сайт-визитку или микрокаталожик какой-то. И тебе не заплатят за это столько, чтобы ты сел, расчехлил прям там сильно WordPress, сверстал какой-то шаблон и так далее. Ну, вот. Поэтому, ну, хотя вот, опять же, в рамках того проекта, где я сейчас работаю, ко мне один раз пришли, сказали, что, типа, есть слухи, что ты знаешь WordPress. Вот нам надо сделать прям в рамках проекта блок. И полностью его сверстать с нуля. И, естественно, когда у тебя реальные физические макеты, опять же, в фигме, и тебе надо Pixel Perfect это сделать. Я не стал прибегать к никаким шаблонным темам, даже там условный этот, как мы говорили-то, забыл, крафт-фреймворк-то, помнишь, мы с тобой здесь рекламировали? Да-да-да. Он просто, он классный. Реально, я на нем другие вещи делал. Но вот я его не стал брать, потому что его кастомизировать дольше, чем написать с нуля на код. Я просто чувакам на работе сказал, ну, окей, дайте мне неделю я сделаю. Все, я за неделю им сделал, это отдал. Просто я устроен там как вью-программист, но чисто им отдал, ну, неделю взял на то, чтобы сделать блог и сделал это в рамках работы. Не то, что мне за это приплатили отдельно, это в рамках работы было. И я не стал использовать вот такие no-code solutions. Но если бы ко мне просто условно пришел сосед и сказал, давай в доле я буду капкейки продавать, а мне надо какой-то сайт в интернетике, то, наверное, может быть, я бы посмотрел какие-то варианты на тильде. Потому что это я бы вообще практически с нулем к нему зашел и был в доле уже. И как бы я бы это поддерживал. И да, то есть это всегда зависит от кейса конкретно. Он бы точно мне не сказал, что мне нужен perfect design. Он бы просто сказал, что надо, чтобы продавалось, надо, чтобы работало. И все. Если в тильде будут необходимые интеграции там с всякими, я не знаю, яндекс-доставками, яндекс-кассами и прочим бредом, то окей, все, good to go, что называется. В общем, вот это я думаю про этот тренд. И я не знаю, что здесь изменилось по сравнению, например, с прошлым или позапрошлым годом, потому что тильда, например, уже была. Может быть, есть какие-то более топ-решения в этом отношении. Может быть, даже саму тильду тоже ее апгрейдит, и она теперь менее говно с точки зрения аксессибилити всех вот этих штук. Может, там каких-то виджетов больше стало. Я как бы на ней в любом случае не делал. Я про нее знаю как вариант, что если вдруг ко мне опять же придет сосед, как я сказал, то я обращусь вот туда, скорее всего, куда-то. Но все равно я проведу какой-то ресерч. Я не буду тупо убрать тильду, я посмотрю, что там есть и так далее. Но хотя бы, да, мы знаем, что это есть, и мы знаем, что, скорее всего, с годами это будет все более и более... Все больше и больше кейсов можно будет покрыть именно вот такими решениями. Поэтому, наверное, да, это действительно тренд. Согласен. Тем более, что вдруг сейчас, короче, кто-то, мы не знаем, делает гениальный инструмент, который уже затмит вообще все и как раз в 2021 выстрелит. Потому что предпосылки в целом есть. Тогда напишите нам на work.subakaywebdesign.ru, если вы делаете такой инструмент, мы про вас потом расскажем. Конечно, конечно. И последний из пунктов, который здесь написан именно у Отсича, это веб-дизайн для физических продуктов. То есть, опять же, в связи с такими временами, сейчас физические продукты, которые пиарятся в интернете, их под них нужно делать максимально все. То есть, сейчас все там доставка, окей. То есть, нужно, чтобы пользователь посмотрел на физический продукт именно у тебя на сайте непосредственно. И забалдел так с него, что захотел заказать. Соответственно... Окно станет в... Ну, не станет, уже стало. В реальный сектор экономики в том числе, конечно. Конечно. Казалось бы, раньше тоже такое было. Но просто сейчас это, мне кажется, уже повсеместно. Если у тебя твой физический продукт плохо представлен в интернете, то подозреваешь, что для бизнеса это не очень хорошо, скорее всего. Да. Хотя, опять же, это смешно обсуждать в эпоху, когда реально я до сих пор куда-то захожу и говорю, что у вас есть терминал. Ну, вот нет, только на карту Сбербанка. Я не буду, как бы, ну, говорите, называть, так сказать, людей, хотя это был слоненок. Ну, камон, чуваки. О каком мы вообще говорим? Там, интернет-эквайринге, чтобы сразу на сайте что-то купить. Если у вас здесь приходите и оплачиваете на карту Сбербанка, это, конечно, анекдот. Но, вот, да. Надеюсь, к этому стремимся. В том числе в России. Да. Хорошо, вот такие тренды. Если нам что-то добавить, потому что у меня, в принципе, все по этим пунктам. Так мы, по ходу, и добавляли. Я, на самом деле, вообще удивлен, что мы так долго об этом говорили. Я, как бы, не разочарован. То есть, я бы не изменил ни минуты этого обсуждения. Тем более, тема-то анекдот, как я и сказал. Вот, да. Но сам факт того, что мы так качественно и долго об этом говорили, это, в общем, даже и прикольно. Ну, мы, да. Мы немножко просто, знаешь, с тобой размяли наши веб-дизайн кости, походу. Потому что давно вот такого не было, чтобы, знаешь, типа, тренды веб-дизайна. Лол. У нас обычно с тобой, типа, там, новый толчок Илон Маск придумал. Да, да, да. Новый огнемет, чтобы сжечь этот толчок. Новый огнемет, да. Вот. Хорошо, сейчас у нас тема, которую все ждали. И Саня ждал, все подглядывал. Да, я все подглядывал. Сейчас я был готов к ней. Давай, я скажу, потому что я вижу, что дальше тебе там так придется отработать. Да, у меня дальше сет большой такой прям будет. Да, поэтому я скажу, что этот тренд, который каждый год, вот это не стареет, я вам точно могу сказать. И более того, с каждым годом все актуальнее и актуальнее. Это хостинг смарт-тейп, прошу вас перейти на ewebdesign.ru. Ссылка есть в описании, зайдите, посмотрите, можете зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке. От этого вы не получите скидку, но сделаете нам приятно, как минимум. Если вы уже зарегистрированы, как любит говорить Саня, но не по нашей реферальной ссылке, вас можно перекинуть на нее. Соответственно, опять же, напишите Сане в личку в телеге, например, и он там все сделает вам хорошо, обслужит вас. Да, да. Поэтому ewebdesign.ru слэш смарт-тейп, если вы искали какой-то хостинг, не ищите, зайдите на смарт-тейп, потому что лучше, я думаю, вы не найдете. Во-первых, это по современным реалиям очень доступно. Во-вторых, смарт-тейп это абсолютно русский хостинг по всем российским стандартам, и никто не придерется. Особенно, если у вас бизнес такой, который требует этого. Да, конечно. Ядерные боеголовки продаете. Обязательно в России. Конечно, тем более на наш, да. Ладно, там еще на чужой, там смарт-тейп, может, не поможет. Вот. Хотя и на чужой смарт-тейп поможет. ewebdesign.ru слэш смарт-тейп, зайдите, посмотрите, пожалуйста. Да, я каждый раз открываю фотографии дата-центра, где это все расположено. И там, конечно, уже полная NASA. Там прям круто. Там все подписано, каждая силовая розеточка подписана, все проводки проведены красиво, все стяжечками зажато. Это, в общем, просто кайф. Поэтому, чуваки, если хотите быть частью прекрасного, то, что... Частью того прекрасного, которое расположено по адресу город Москва, улица Авиамоторная, 69, то вперед. Вперед! Подудю. Вперед. Вот вперед в JS. Да. Ты говорил, что мне придется отрабатывать, но на самом деле я достаточно лихо это проскочу, потому что... Давай, я посмотрю на тебя, как ты это лихо проскочишь. Да потому что, ибо нехрен, опять же, по форумам. Зачем нам сильно долго перед Новым годом останавливаться на JavaScript? Уже все, уже витает в воздухе вот это вот спокойствие, вот это вот... Нет уже дедлайнов на работе. Хотя, наверное, может быть, у кого-то дедлайн реально завтра или послезавтра. Мы пишем 29-го. Выйдет в феврале. Вот. Но у кого-то, может быть, дедлайн был 30-го, 31-го декабря. И они поржали бы, если бы сейчас нас в прямом эфире слушали. Но мне кажется, уже витает это в воздухе. Уже где бы что-то не заказал, уже давайте после праздников. Вот давайте JS после праздников. Поэтому я скажу о том, что нам предоставили на хабре, именно предоставили, перевод статьи Mahdi Resvi какого-то, который рассказал нам про использование глобального await в JavaScript. Смотри, ввожу тебя в курс дела. Вот есть у нас условный модуль. В этом модуле мы расписали там 10 разных вызовов API-шки. И эти модули, по идее, мы должны дергать просто как конкретно вызов API-шки. И, соответственно, мы их как бы в промис оборачиваем и все. И там, где мы этот модуль дернули, там мы и ждем результат. Но бывает, когда модули написаны так, что ты вызываешь API-шку, допустим, сразу тебе ее надо вызвать, какой-то конфиг оттуда поймать. И ты этот конфиг здесь же внутри этого модуля записываешь. Типа вызвал на бэкэнде метод там getConfig, записываешь его в переменную config и эту переменную экспортируешь в этом модуле. И, соответственно, в другом месте ты этот модуль подключаешь и тебе не надо вызывать getConfig, ты просто хочешь сразу получить конфиг. И всегда у тебя бывает такой кейс, что ты этот модуль вызвал, загрузил конфиг, а конфиг еще не подгрузился, а ты к нему уже обратился. Получил undefined и получил боль в заднице. На самом деле глобальный await решает эту проблему, но, как по мне, так это архитектурная проблема. Это не проблема JavaScript и того, что что-то асинхронно подгружается, потому что, в общем-то, просто если головой подумать, то, как асинхронно мы подгружаем с бэкэнда какой-то конфиг, и то, что нам нужно с ним работать только после того, как, соответственно, запрос прошел, это нормально, и то, как вы структурируете свой код, должно именно отвечать тем задачам, которые сделаны. Поэтому решение этой проблемы таким способом, на мой взгляд, в принципе, это бред. Но, как бы, да. Особенно здесь просто, как бы, в вакууме моменты какие-то, так сказать, моделируются, что, типа, у нас есть просто JS-файлы, мы из одного вызываем другой. Come on, никто не пишет просто сейчас JS-файлы, все используют какие-то фреймворки, и в рамках любого из современных взрослых фреймворков, так люблю это слово, взрослые, знаешь, говорят, взрослое аудиооборудование. Ну, это просто то, которое стоит больше и которое, ну, более богатой функциональностью обладает. Вот взрослые, когда фреймворки вы используете, скорее всего, вы в глобальном стори храните этот конфиг, и вы просто подвязываетесь в любых компонентах, что, типа, чувак, если есть конфиг уже в стори, тогда рендерись, а если нет, показывай прилодер, все, проблема решена. Но, допустим, у вас проблема в вакууме, просто JS-файлы, в которых вы, и причем вы их чейните между собой, ждете один, потом другой, и потом экспортируете уже готовый результат. Нет, чтобы просто экспортнуть промисы, вызвать их там, где надо, и готовый результат получить там, где надо. Это, кстати, одно, ну, здесь автор нам как раз и расписывает, что вообще эту проблему можно решить и сейчас, еще до того, как глобальный await включили в язык. Сейчас он на третьей стадии обсуждения. Третье чтение проходит, так сказать, в джаваскриптовой Госдуме. Короче говоря, да, это одно из решений. Просто экспортировать промисы, вызывать их там, где надо, и, соответственно, хранить результат там, где надо. Просто другое дело, что бывает, этот результат нужен в пяти местах, и вызывать в пяти местах промис, и хранить его в пяти местах, это бред. То там, конечно, да, лучше бы, чтобы это где-то в модуле хранилось, но для этого есть store и состояние приложения. Но неважно. Это первый вариант, когда мы просто импортируем готовый вариант, точнее, экспортируем промисы, вызываем их, и да. Второй вариант решения этой проблемы, это разрешение промиса с помощью Initial Involunt Function Expression. Короче, помнишь, когда мы подключали jQuery и писали Document Ready? Так. По факту, это решение той же проблемы. Ты инициализируешь этот, как его, скрипт только тогда, когда страница уже загрузилась. Иначе у тебя бывает ошибка, типа ты обращаешься к хедеру, а хедер еще не подгрузился. Вот. И здесь ты делаешь Document Ready. Потом уже Document Ready стала зашкваром, и стала модно писать IFE, то есть Initial Involunt Functions. Ты заворачиваешь функцию в скобки и сразу же ее вызываешь. Это, в общем-то, работает точно так же. Функция вызывается только тогда, когда до нее уже дошла очередь, а это значит, что вся страница уже подгрузилась, если ты в футер скрипт закинул. Вот здесь можно точно так же сделать. Завернуть Promise в Initial Invoked Function Expressions и вызвать его. В тот момент он вызовется только тогда, когда до него уже дошла очередь. Ну, а типа это все полумеры. И было бы классно, если бы был глобальный await, как нам говорит автор. На самом деле, в его конкретном случае, вот этом симулированном, да. Во Vue.js я не очень могу представить, где нужен глобальный await реально. Проще это в store засунуть. Но окей, если это добавят в язык, и этим можно будет как-то пользоваться в рамках, например, каких-то хелперов, когда у тебя действие происходит не в компонентах, а когда ты реально, у тебя есть какие-то хелперы, и в рамках каких-то хелперов ты условно там, не знаю, на Google Maps опишку сделал запрос, и эти хелперы у тебя зависят от того, что пришло оттуда. Ну да, окей. То есть это не напрямую нужно в компоненте каком-то, а это тупо нужно во всем где-то как-то приложении. Да, можно архитектурно так сделать. Будет глобальный await. То есть можно будет сделать await модуль, то есть вот там, где мы импортим, соответственно, какой-нибудь там, я не знаю, test.js, мы просто пишем await import test.js, и в тот момент, когда он у нас загрузится, только после этого начнет выполняться весь дальнейший код. То есть это и есть глобальный await. Вот так вот. Это как бы по факту. Дальше здесь нам автор приводит критику, что есть Rich Harris некий, который составил список критических замечаний, типа глобальный await может блокировать выполнение кода, блокировать получение ресурсов и отсутствует поддержка Common.js модулей. Ну, на что автор сразу говорит, Common.js и не заявлялся, поэтому пусть идут нахрен. То есть как бы все уже юзают нативные экмоскрипт модулей и насрать. Глобальный await используется на стадии выполнения графа модулей, а там уже ресурсы все получены, поэтому блокирование поручения ресурсов не происходит. Так вот, и дочерние узлы имеют возможность выполнения. То есть, грубо говоря, мы когда делаем глобальный await вот этого, все, что дочернее рядом мы импортируем или как-то что-то делаем, оно выполняется. То есть блокировка кода, она отсутствует. Блокируется только тот кусок, который зависит от этого импорта, а он, собственно, мы и ввели глобальный await, чтобы заблокировать выполнение этого куска. Все остальное не блокируется. Типа-типа это классно. Но на мой, опять же, взгляд, как я и сказал в самом начале, это скорее проблема архитектуры, чем проблема непосредственно языка. Но если в язык это включают, и, в общем-то, это, ну, хотя бы какие-то кейсы будут для этого, то, в общем, почему бы и нет, это круто. Интересно. Хорошо. У нас, кстати говоря, я про этот await уже по старикам. Я про этот await уже какой раз слышу-то? Ну, в общем-то, и в целом, естественно, про него как бы говорят и так далее, что async await пришел там... Так, подожди. По этой истории еще осталось что-то или все доделано? Ну, надо немножечко, надо. Вот закину то, что обсудили на созвончике и будет все. Дедлайн, напоминаю, у кого завтра уже витает вот это в воздухе. Спасибо Игорю Агапову за то, что перевел эту статью. Было, в общем, неплохо. Да. И я не помню, скинул нам ее кто-то или не скинул. По-моему, никто нам ничего не скинул. Все, я это сам взял. Блин. Но вообще нет, там твоя будет темка про RCS сообщение. Вот ее нам точно скинули в патроновском чатике. И Pantone Colors тоже нам предлагает. Да, вот там моя темка, которая RCS, она просто примерно так же, как про Луну не с хрена появилась. Ну, у нас бывают такие аномальные какие-то моменты. Аномальные. В подкасте что-то возникло, и да. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете про глобальный await. И пишите в комментариях, если я что-то не так сказал в попыхах. Я готов всегда потом извиниться, поклониться и просто... Челом бить, я бы так сказал. Челом, да, бить. Следующая темка State of CSS 2020. Каждый год обсуждаем. Мы еще State of JS иногда обсуждаем. Вот. Но в этот раз что-то вот State of CSS попался. Может быть, State of JS еще не вышел. Может, он вышел еще в сентябре. Я не знаю, я не слежу. Нет такого, что я прям сижу и жду, как выхода от нового Джеймса Бонда, например, кино. Нихрена. Вот. Вот так вот, да. Хочется, чтобы еще Дэниел Крейг побегал, там, пострелял что-то. Интересно. Вот. State of CSS 2020. Приятно, что он переведен на русский. Просто в корр-команде State of CSS есть чувак из... Алексей Пыльцин, если угодно. Вот. Он помогает с переводами, поэтому русский перевод наиболее максимально переведенный. Ну, если брать не английский язык. На втором месте по бреду немецкий и турецкий. Я вижу, да. Ну, и испанский там чуть-чуть. Ну, как бы они там примерно все делят второе место. Турецкий, испанский и немецкий. Вот. Смотри. Что здесь интересует? Мы не будем весь отчет смотреть, потому что, ну, камон. Это как-то тупо. Ну, конечно. Я весь его честно прочитал в очках-половинках. То есть, я владею немножечко информацией. Причем я его дважды читал. Первый раз, когда четыре часа спал. И я плохо помню. Второй раз сегодня утром, чтобы еще раз, так сказать, освежить. Смотри. Переходи на демографию. Чтобы ты тоже видел и понимал, что происходит. Конечно. Зашел. Обрати внимание, что Россия далеко не на последнем месте по количеству респондентов. Я был приятно удивлен в этом отношении. Разумеется, больше всего в США. На втором месте UK. Вот. Ну, на третьем типа Франция. Потом Германия. Потом Россия. То есть, в России много фронтендеров. Чтобы ты понимал. Я знаю. Мы давай возьмем за X. Хотя здесь будет дальше в пункте демография, типа, кто вы. И тут реально много фуллстеков. И есть даже UI дизайнеры, UX дизайнеры, которые тоже прошли этот опрос. Внутри в конце есть бэкэнд разработчики. 1,3% прошедших пользователей. Но, come on. Опять же, если ты фуллстек, но как бы больше бэкэнд. И, опять же, как вы представляетесь на публичных мероприятиях? То есть, вопрос про должность звучал именно так. Ты можешь сколько угодно представляться фронтенд-разработчиком, а работать одинесником. Ну, ты просто мнишь себя фронтенд-разработчиком. И да, почему бы и нет. Поэтому, вот. Так вот, российских, так сказать, респондентов достаточно много. Украинцев 1,8%. Белорусов 0,7%. Казахстан 0,1%. Я ожидал, будет китайцев тоже 0,7%. Да, вот именно. Как белорусов. У них, видимо, заблокирован стоит у CSS.com, поэтому... Скорее всего, да. ...могли пройти. Смотри, индусов всего 1,9%. Видимо, они все PHP пишут. Это вот, да. Это, кстати, интересно, почему так. Но, видимо, так и есть. Да, даже канадцев. Они все девопсы. Да, либо в техподдержке все. Канадцев и то меньше, чем россиян. Вот. Это тоже приятно. Удивило. Да. А бразильцев больше, чем индусов. Что-то как-то вот непонятно. И дальше больше, чем украинцев. Я ожидал, что украинцев больше, чем русских уже будет во фронт-энде. Но как-то... Либо они все не прошли. Может быть, они все... United States, так ты считаешь? Ну, тоже может быть, да. United States, кстати, 20,7%. Я думал, 50 будет. Но вот нет. Как бы демография достаточно обширная. Угу. Вот. Ну, круто. Круто. Язык. В основном, конечно, англоговорящие респонденты. 80%. Вот годовая зарплата заставила, конечно, взгрустнуть немножечко. То есть, в основном, 30% респондентов получают 50-100 тысяч долларов в год. А здесь, видимо, до налогов пишут люди. То есть, просто сейлари. Потому что, как правило, половина из этого уходит на налоги. Ну, да. Это впечатляет в целом. Да, потому что я свою зарплату прикинул, как-то взгрустнул, а потом немножко успокоился, что как бы... Ну, у всех остальных надо просто пополам поделить. Ну, там, типа, 40% извлечь. Я понимаю. И как-то уже потеплее стало. Опыт работы. Это прикольно, что с годами, годы идут, стоит у ССС, продолжается. И реально с годами больше становится опытных людей. То есть, даже более 20 лет уже 6,7% респондентов. Ты просто представь. Больше 20 лет люди уже знают, что такое ССС, работают. А, блин, работаете или учитесь? Учишься, работаешь. Да. То есть, видимо, они учебу включили. Но неважно. Это все равно достаточно много. Да, конечно, 20 лет про это думать, вот про это дерьмо, которое... Фу, хе-мое. Вот, да. Хотя, знаешь... На смарку практически. У нас-то с тобой тоже уже больше 10. Да у нас тоже скоро 20 будет. Вот, да, поэтому. Размер компаний. В основном люди трудятся в каких-то корпорациях. 21,5% от 100 до 1000 человек работают. И еще 16% более 1000. Я даже знал, столько компаний, что есть. Или это просто, ну, из Гугла всем пришли, сказали, пройдите. Ну, и им всем пришлось выбрать, как бы, и да. Поэтому вот как-то так. Пол, опять же, нетрудно было догадаться. 8,5% мужчин. 11% женщин. И сколько тут процентов-то? 1% небинарный пол. Самое смешное, что 2,4% неважно. Что есть неважных, да. Есть неважный пол. Вот. И 76,6% белых или европейцев. Вот так, к сожалению. К сожалению, да. А, кстати, Восточная Азия, Южная Азия. Интересно, индусы, они кому-то себя причисляют? К Восточной Азии или к Южной Азии? Я бы к Южной сказал. Но, не знаю, может быть, у них как-то по-другому это там происходит. В общем, да. В основном фронтендеры, в основном эксперты в области CSS. 61,3% считают себя экспертами. А эксперты, кстати, это так. Те, кто могут взять на себя стилизацию всего фронтенда с нуля, следуя единой методологии. Вот. То есть, не просто знают технологии, а еще и могут следовать единой методологии. Уровень владения JavaScript тоже в основном эксперты. 45,6%. Владеют продвинутыми фронтенд-паттернами, управлением состоянием, загрузкой данных и т.д. Я бы себе тоже, собственно, при... Блядь. Причислил к экспертам? Причислил к экспертам. Хочу сказать, присудил себя. Ну, причислил, да, к экспертам. Поэтому, видимо, тут и поэкспертнее меня есть люди стопудово. Поэтому как-то тут много скопились, 45,6%. Я думаю, мы с тобой, скорее всего, в отсутствует. Ну да, если быть честными, то все-таки отсутствует. Да, вот среди этих 105 человек. Вот. Опыт в бэкэнде разработки чуть-чуть смещен в сторону продвинутого. То есть, тоже как бы люди, ну, не пальцем леланые, но отсутствующих больше еще. Ну, это понятно. Так вот, что касается возможностей, здесь, как обычно... Ну, опять же, давай так. Общий тренд такой. У всех технологий смещение исходит от того, что больше людей их, во-первых, знают, во-вторых, используют. Здесь, как ты помнишь, три варианта ответа. Первый использую, второй знаю, третий не знаю. В смысле, знаю, что есть. Вот. Слышу, использую, знаю и не слышал. Вот. В основном тренд в том, что больше людей знают кучу технологий и используют. То есть, например, CSS гриды. Я забегаю вперед. Вот мы здесь перейдем потом к пункту награды в меню. И награды, это именно награждают технологии там, ну, или какие-то варианты. Вот CSS грид – это топ-1 по увеличению. То есть, аж на 25% больше людей стало использовать по сравнению с прошлым годом. То есть, он становится, ну, не то чтобы стандартом де-факто, но как бы его много начинают юзать реально. Вот. То есть, да. Что касается непосредственно деталей, мне интересно показалось остановиться на… Вот, во-первых, есть технология subgrid. А я про нее даже не знал. Я вот от этого впервые слышу. А уже ее 43,3% знают и 6% используют. Вот. Writing modes я тоже не слышал. Ну, и как бы я в большинстве действительно много кто не слышал. Но, опять же, по факту, если бы мы хотели возобновить обучающие ролики, бери открывай State of CSS, и здесь прям готовая памятка, типа, свертка, какие выпуски сделать там на год вперед. Потому что, реально, вышло очень много всякого. Какие-то эксклюзионс. 76% не знаю, впервые слышу. Ну, ладно, CSS position sticky я знаю, logical properties не знаю. Aspect ratio знаю. Ну, короче, это круто. То есть, я про себя отметил, что в тот момент, когда я захочу немножечко развиться… Ты имеешь в виду, когда нужно будет к EG по CSS готовиться? Да, да, да. Я зайду сюда, и здесь удобно. Есть сразу линки на developer.mozio.org. Я напомню, мы с тобой обсуждали, что они прикрыли… Что они распустили команду, которая это поддерживает, и сейчас это все на комьюнити. Но я так думаю, сколько-то лет еще комьюнити протянет это поддерживать. Вот тут прям сразу есть ссылки, хотя они везде. Вот на эксклюзионс даже нет ссылок, придется гуглить, что это такое. Но да. То есть, это интересно. Это в пункте раскладка. В пункте фигуры, в общем, все понятно. Про это, про все, причем я даже и ролики на ювеб-дизайне делал. То есть, в фигурах я up-to-date-ный чувак, а в раскладке вообще нет. Взаимодействие тоже я все почти знаю, но какие-то вещи нет. Touch action – это, видимо, когда прям сильно под мобилки что-то делаешь. Опять же, я видел где-то, но я не знаю, что это такое. То есть, это надо будет подбить, надо пробелы свои, так сказать, восполнить, потому что тут прям прикольно. Вот. Другие возможные... А, смотри, в медиа-выражениях появились всякие штуки, типа prefers reduced motion, prefers color scheme. Так вот, prefers color scheme – это как раз то, чтобы ловить темную темку или светлую темку. А вот prefers reduced motion – это когда ты в настройках iOS, например, я не знаю, как в андроиде, сделал, типа, меньше анимаций, чтобы не блевать. И, короче говоря, это тоже можно отлавливать и сделать, чтобы вот если у тебя там, опять же, как у меня конфетти вылетает, чтобы оно не так сильно вылетало, а просто там рамочкой подсветилось или что-то типа того. Мне просто это показалось прикольным, что уже об этом даже можно запариться. То есть, ну, как бы, это да. Color gamut какой-то используется 0,9%, 87% не слышали, я тоже не слышал. Интересно, что это. Color gamut. Вот, да. Хочу хоть не gamut, но да. Color gamuncle. Да, вот какие-то CSS гаудини. Я видел заголовки статей про это, но что это такое, я понятия не имею. Поэтому, в общем, и в целом интересно про это почитать. Тут про единицы измерения, про всякое такое. Да. Вот я себя говном почувствовал именно где возможности раскладки. В остальном, в принципе, я прям такое думаю классно, здорово. То есть, еще типа в строю. Да, 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 да. Но по некоторым пунктам, конечно, что-то вообще не в строю. Смотри, что касается CSS фреймворков, кстати, тоже не в строю вообще. Tailwind CSS есть какой-то. И он тоже получил одну из наград, что его там много пишут, упоминают и любят. Чего это такое, понятия не имею, надо гуглить. Может, это купленные? Может быть, не знаю. Но Foundations сильно снизился, 10% просело. Bootstrap тоже падает, 4% просело. То есть, Semantic UI на 10% просел. То есть, то, что мы знали, ну, я, по крайней мере, оно прям проседает. То есть, уже не тренди совсем. И не новые вещи всякие. Есть тут, в том числе, например, спектр CSS какой-то, Skeleton. Они только в этом году вообще появились. И сразу уже по 50% их знают. И даже не то, что знают, удовлетворены ими. Может, это очередные модные, которые на самом деле не настолько и крутые? Это правда. То есть, ну, опять же, в теме-то хочется быть. Ну, то есть, как бы, раз уж мы здесь с тобой все такие прям подкаст про веб. Хотя у нас уже не только про веб, про около веб и про нас, в первую очередь. Но, тем не менее. Как-то я прям, ну, я задумался, что надо будет... Когда, знаешь, очередный момент я сижу и такой, блин, надо бы технических еще темок накидать. Вот я открываю State of CSS, смотрю какую-нибудь интересную технологию, которую я не знаю. И нагугливаю первое попавшееся про нее на CSS Tricks и включаю в подкаст. Это, кстати, хорошее решение. Это, во-первых, сразу пополняют все наши темки технические, которые иногда пробелы дают. Да, во-вторых, мы тренди, а в-третьих, еще и я, как человек, который на рынке труда находится, более, так сказать, рентабельным становлюсь, или как это называется. Я не знаю, как это, но это насрать. В общем, вы поняли. Поэтому круто, круто. Будем смотреть, что здесь есть. Опять же, что еще... А, ну все, давай, наплевать на все остальное. Ресурсы есть. Блоги и журналы, первое место CSS Tricks. 94,3% прошедших читает CSS Tricks. Причем с огромным отрывом. На втором месте dev.to 55%. А ты, кстати, dev.to вообще хоть раз... Да, мы пару тем даже с него смотрели. Но он абсолютно невзрачный. То есть, если даже я его сейчас открою, у тебя не будет аха-момента. Потому что это просто клон реддита исключительно про веб. Все. Или там клон хакер-ньюза. Но внутри выглядит еще и как какой-то полумедиум. Ну, короче, блин. Это типа соцсеть для разработчиков. Там свои лайки, свои аккаунты, свое как-то все. И кто-то прям туда пишет свои статьи. Я не знаю, есть ли у них много эксклюзивов или нет. Ну, короче, dev.to community of 539 тысяч amazing developers. Я там не за реган, сразу скажу. Но я оттуда пару раз видал что-то. Потому что остальные-то мы с тобой, они прям на слуху. Конечно. Мы все это смотрим. Ну, хоть не каждый подкаст, но бывает. Дэвид Волш. Ну, то есть, да. SidePoint. И это правда, да. Оно на слуху, но вот как факт. Так, статьи-курсы, всякая фигня. В подкастах нас нет почему-то. Как так? Я не понял. Блин, да что такое? Надо работать над этим все еще, да. Награды. Давай. Это самое интересное. Здесь надо кликать, чтобы открылось. Самая применяемая возможность CSS Grid. Целых плюс 18,6%. Как я и говорил. Конфетти? Да, конфетти. Надо выбрать, чтобы меньше было. Так это тут тебя что-ли заказывали на конфетти? Опа. Спалился. Я еще когда это делал, уже себя говном почувствовал. Когда я подверстывал страницу с расположением. Но да. В общем, CSS Grid. Самая используемая технология. В том году был, по-моему, Flexbox. А в этот раз Tailwind CSS, про который я вообще не слышал. Что, как, непонятно. Самый высокий уровень удовлетворенности пост-CSS. И я понимаю, почему. Потому что делать ничего не надо. Подключил, и он за тебя все расставляет, проделывает, продумывает. Поэтому, да. Самый высокий уровень заинтересованности CSS Modules. Ну, то есть, как бы понятно. Про нее и так известно. Но чем в ней так сильно интересоваться, я не понял. Какого хрена. Но можете перейти. То есть, как бы, грубо говоря, то, что импортировать CSS внутри JS. Ну, камон. Как-то это тупо. Самый популярный ответ PHP Storm. Я тут орнул прям в голос, когда смотрел. Это самый популярный ответ. Это типа, где поле было с открытым ответом. Самим напечатать. Больше всего напечатали сами PHP Storm. Видимо, там, где в каком окружении кодят. А, нифига. Вот. И прям вот 200 человек написало PHP Storm. В смысле, что в призовых местах Udemy напечатали? Ну, да. И FrontEnd Masters. Это именно там, где, назовите, курсы, которые смотрите, не из списка. И как бы там вот люди написали Udemy и FrontEnd Masters. Интересно, а люди, которые там как капслоком или как-то писали, попали сюда или нет? А вот никто не знает. Это CSS, а не JavaScript. Тут ничего не сделано нормально. Вот, да. Ну, и как бы в заключении. Бла-бла-бла. Классно. Спасибо, что поучаствовали. Смотрите и так далее. CSS тоже важно. CSS-то правда важно и реально. Мне прям вот теперь хочется повникать. По крайней мере, вот на данный момент. Может быть, после Нового года уже не захочется. Можем дальше идти. Ну, если ты еще только хочешь что-то сказать. Нет, мне все понравилось. CSS. Это вот, возможно, поборется еще с трендами веб-дизайна 2021. Ну, да. Тема. Ну, как бы она не такая громкая. Ее назвать сложно. Как-то так обозвать. Прикол. Но на самом деле здесь так много инфы. Если ты просто хочешь погрузиться, то можно просто по всем вкладочкам пройти. Почитать просто даже на Вики. Что это такое? Да. И отдельно хочется сказать, что сам сайт классно сверстен. Все наводится. Везде подсказочки. Конфетти, опять же. Это прикольно. То есть, он сам еще выполнен очень интересно. Можно его поинспектить как элементы и посмотреть. Да. И теперь давай прервемся я быстренько по писью. Ну, в принципе, можем, да. Сейчас, да. Секунду. Аля. Я вот сейчас по музыкалке слушал тишину. Ага. И услышал, что комп у меня все-таки достаточно сильно шумит. Его под стол убрать, чтобы он не шумел. Нифига. Ну, то есть, из-под стола меньше. Просто шумов будет ловиться. Может быть, они не так сильно на этом, на самой записи будут слышны. Я ее слышал. Я просто всегда под стол убираю, потому что его тупо бесит. Именно меня бесит даже, что он мне жужжит. Не то, что даже там в записи. Да, я так-то не слушаю. Но просто сам факт. И он просто... Ты же помнишь, мы его такой красивый собрали. Да, согласен. Его на него вообще, конечно, грех его убирать вниз. Вот, да. Возможно, как-то насрую просто на это и все. Ладно, переходим дальше. Следующая тема. Это... Я сначала подумал, что Саня промахнулся и хотел себе поставить, а поставил мне. Да нет. Почему? Да нет. Интересно, как ты об этом расскажешь. Да. Короче, тема про AirPods Max. Такие наушники, которые представила Apple. Большие, беспроводные. За 62 990 рублей. С шумоподавлением и колесиком для управления, как здесь написано. В общем-то и все. Все описание, которое можно было бы сказать. Но нет. И прочитал я статью, значит, про новый AirPods Max. Которые действительно стоят до хрена бабла. Они стоят, как трое часов. То есть, можно из трех часов вытащить колесики для управления. Подожди. Это какие? Трех SE часов, наверное. Ну, SE, конечно. Я уж не говорю. Там понятно, что... Вот. Или там, как пол-айфона. Да. Что такое? Ладно, Саня, сейчас погоди. Да, я понял. Продолжите. Да, я тоже. Мы начали с того, что... Давай. Мы начали с того, что Apple представила AirPods Max за 62 999 рублей. Короче, трое часов можно купить. SE, конечно. Я хочу просто зачитать этот текст, который здесь на vc.ru представлен, чтобы мы почувствовали, знаешь, как бы сказать, лакшерность данного продукта. Ну-ка. Вот устройство, телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Ну, вообще, на самом деле, это проблема, кстати, то, что наушники давят на голову. Так что тут ничего такого. Знаешь, в основном наушники давят чашками, а не оголовьем, но... А не кружками. Да. Вот я потом про Experience Voice с этими, с Bayer Dynamics скажу, но, допустим, продолжай. Кстати, да, у нас будет сравнение, да. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга, что, кстати, прикольно тоже. Можно хоп, одну повернул по приколу, по диджеям. В каждой амбишуре используется пена с эффектом памяти. Классика. Кстати говоря, вот этот эффект памяти, я не знаю, как это работает, мне кажется, это немножко очень чисто маркетинг полный. Потому что, знаешь, у меня вот очки с эффектом памяти, кстати. Я очко еще. Очки, потому что, короче, реально, я тебе базарю, они типа запоминают мою голову строение. Ну, типа, дужки там. Ну, это такая хрень вообще, я не знаю. У меня, кстати, Apple очки, уже говори. Вот. Далее. С помощью колесика Digital Crown пользователи смогут регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки, активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используют 8 микрофонов в наушниках. Шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, оценивают звук, который слышит пользователь. Есть микрофоны, которые, ну, гарнитурные, или какие-то из этих юзаются, интересно? Ты что, решил? Я не тебе, мне кажется, даже вот Apple сами не знают. Ты Тиму Куку? Да хрен его знает. Вот сейчас посмотрим дальше. Давай, может быть, я упустил. Потом, что еще? Внутри наушников установлены 40-мм динамические драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами. В работе они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках, говорят в компании. Это позволяет наушникам звучать чисто, даже на высокой громкости. И что меня больше всего удивило, в каждом наушнике также установлено по 10-ядерному чипу Apple H1. Нахрена они в каждый наушник поставили по процессору, твою мать? Чтобы шумоподавляло каждое ухо отдельно. Ну, то есть... Ты понимаешь, это уже просто технологии, которые реально, ну, я не знаю, честно тебе скажу. Особенно, мне кажется, вот такое страшно будет... Короче, рассказываю историю из жизни. Один раз мама принесла мне сборник в детстве, короче, сборник этих, короче, текстов, там, песен. И там всякие Децл, ДДТ, вот такое, короче. Вот такой сборник с музыкой, да? Забавно, что ты обоих на букву Д назвал, как будто реально ты по алфавиту на Д как-то отказал. Децл, ДДТ. Дельфин, опять же. Короче, вот. И, понимаешь, она принесла и сказала, почему-то именно на эту книжку, она очень много из библиотеки приносила книжку, но именно на эту книжку она сказала, чтобы я не выносил ее из дома. И я ее и вынес, короче, из дома. Классика. И когда я ее вынес из дома, девочки какие-то во дворе попросили у меня эту книжку. И одна из этих девочек, короче, эту книжку под футболку вот так засунула. Оу, еее. И прикинь, ну, потом, типа, оу, еее. И я не понял, зачем она, типа, просто рофлила надо мной и, типа, пыталась, как бы, ну, типа, полуукрасть мне эту книжку. Так, так. И я такой, нет, мне нужна эта книжка. Ага. Вот. И она такая, типа, порофлила и отдала. А в итоге она, прикинь, под футболкой успела вырвать там, где скрепки, короче, лист, понял? Лист каких-то луриксов. Не знаю, Децла или ДТ или Дельфина, я не помню. Ну, короче, прикинь, все. Я потом маме приношу, твою мать, и она видит, что реально в книжке не хватает страниц. И, короче, я окарал именно на той книжке, которую вот не надо было выносить из дома. Ну, это прям, да. Это классик. И теперь, вот, ты понимаешь, как я теперь AirPods Max, я не смогу вынести из дома, твою мать. Там два процессора в каждом наушнике. Если какая-нибудь девочка спрячет под футболкой эти наушники, она просто вырвет реально один чип Apple H1, и у тебя шумоподавление не будет так классно работать. Вот. Короче, не знаю, не знаю, честно тебе скажу. Давай перейдем к цветам, на самом деле, наушников. Не будем рассусоливать эту всю тему. Да, вообще, да. Лучше сейчас дальше в остальных темах не рассусолить. А последнее вовсе удалить. Да, последнее, до свидос. Короче, цвета Apple AirPods Max, черный, голубой, розовый, такой зелененький и беленький, все в стиле старых iPod'ов, я не знаю. И в стиле новых 11-х и 12-х iPhone. И в стиле новых 11-х, да. Какие бы я себе взял, если ты меня спросишь, я бы себе взял черные. Ну, не потому что даже скучно, а потому что действительно, но это просто как-то универсально. Все-таки, все-таки, в розовых я еще недостаточно готов ходить по Челябинску. Вот. Тем более, точно девочки выруют, я тебя базаю. Вот. Ты что думаешь по поводу AirPods'ов? Я считаю, что... Ну, это я не знаю, как надо упороться, чтобы их купить себе. Именно из-за цены или из-за чего? Из-за всего. Во-первых, а, беспроводные наушники, это просто моветон. Мое аудиофильство внутреннее считает, что это не имеет смысла никакого. Но, разумеется, это вкусовщина. То есть, я не готов даже сказать, я на слых услышу или нет, но кажется, что это нет. Во-вторых, цена. А в-третьих, соответственно, мне и не очень нравится шумоподавление. То есть, я когда юзал батины обычные AirPods Pro, я никогда не юзал шумоподавление, потому что зачем? Ну, то есть, блин, мне не нравится. Мне как-то это что-то подташнивает. А здесь, я так понимаю, когда десятиядерный в каждой чашке будет подташнивать прямо в десятикратном объеме. И можно реально просто их надевать, блюйкать, и все. И нормально будет. Ну, да, в основном, конечно, цена. Я не буду юлить здесь. Это просто жесть какая-то. Согласись. Если бы это было за двадцатку, можно было бы порассуждать. Можно было бы, да. Это правда. Ну, как биться. Про биться же мы рассуждаем. Ну, реально, кто-то хочет, чтобы вот это вот все было, и все. Придавливало. Да, чтобы придавливало. А тут... Не, тут не... По-моему, это как минимум не для русского человека, и не для русского рынка. Да, я когда вот здесь у нас еще... Мы, короче, здесь в офисе смотрели на YouTube обзор этих наушников. Просто какой-то чувак, я даже не знаю, с какой стороны, но по-русски говорил. Вот. Он говорит, да, типа, а что? Это же всего там типа 500 баксов. А 500 баксов это вот столько. И как бы 500... И там еще, знаешь, он что-то сказал, типа, 500 баксов же за два дня там зарабатывают все в Америке. Я такой, все, и что? Чувак. За час зарабатывают там 10-12 долларов. Ну, там, обычные люди. Я не говорю про айтишников. Ну, да, там кто-то 25. Ну, даже если ты зарабатываешь 25 в час, ты не заработаешь 500 за два дня. Это какое-то просто... Да, конечно. А почему я не понял? Это какие-то мифы и сказки. Люди все еще думают, что там хорошо очень сильно. Вот, да. Максимально. Да. Поэтому... И опять же, это 500 без налогов. Он забывает, что везде НДС не включен в стоимость. Я на кассе просто говорю, с вас 550, кстати. Точнее, ну, где какой там? Где сколько процентов? И все, и что? Ну, то есть, это странно обсуждать, поэтому нет. Нет, я как-то... Я не очень понимаю, зачем. По поводу давят на уши. Вот, например, разумеется, эти должны давить просто потому, что шумоподавление обеспечивается не только тем, что у тебя там процы, а тем, что они плотно прилегают. И эффект памяти, и вся фигня. Вот если мы говорим про байер-динамики, то открытые 990, они вообще почти не давят. От них этого и не требуется. А закрытые 770, из-за того, что они закрыты, и в них вокал писать, они давят именно со стороны ушей. Я в них три минуты посидел, пока слушал, и мне уже не очень стало. То есть, подкаст в них прописать, это реально, я не знаю, это можно пытать тоже. Причем, кстати, как раз-таки в них-то и надо писать. Ну, по крайней мере, в закрытых. Вот, да. Вот я поэтому и сижу сейчас в Soul Republic, а не в 990-х. Потому что, а зачем? Я слышу тебя и так достаточно неплохо. Мне как бы важно просто слышать, что ты говоришь. Но зато микрофон хотя бы не ловит, опять же, что ты говоришь. Да и что я говорю, потому что я сейчас с мониторингом сижу, себя тоже слышу. Чтобы знать, где я там, что, как. Вот. Поэтому пишите в комментариях, кто купил. А мы просто залайкаем вам без комментариев это. Потому что, ну, реально. Согласен. А к вопросу о цвет я бы, конечно, тоже взял черный. Но вообще, сам дизайн оголовья кал какой-то. Мне не нравится. Мне тоже. Я посмотрел и даже не понял, какого хрена. Да, к вопросу об анодированном алюминии. Вот у меня Apple Watch тоже из анодированного алюминия. Я об углы уже их все оббил, а они уже все засрасками. Ну, то есть, краска слезла. Поэтому лучше бы уже за эти деньги стальные сделали. Я знаю, что ты, да, ты такой, в этом плане тебе надо там закатать это все в дополнительную пленку. Поэтому, и причем, да нет, мне и прикольно так ходить с побитыми. Это как-то, я сразу реальный становлюсь. Не человек с обложки JQ. Как ты обычно, каким ты обычно являешься. А просто обычный человек. Ну, вот это здесь никак. С оббитыми AirPods Max ходить, это что-то... Ты не обычный человек, а просто какой-то дурак. Ну, то есть, реально. На них надо прям вот так вот их в чехольчике забирать. Хотя, опять же, в том обзоре, который я смотрел, показывает, что чехольчик-то кал. И у крутых наушников Bose-овских, там всяких Sony-овских, там реально плотный хороший чехов, которым их можно в грязь кидать. А тут, даже если в грязь кинешь, что-то голове все наружу, а наушники наполовину наружу. И, короче, блин. А за эти деньги, они ни хрена не водонепроницаемые. Поэтому, как бы, ну, какой там будет звук? Как в GoPro, если они будут водонепроницаемые. Поэтому надо дальше переходить. Там у нас реальные лица с обложки GQ. Так, давай. Дальше у нас, конечно, все, кто как раз-таки попадают на эту обложку, они подписаны на наш Patreon. А если вы хотите тоже попасть, поэтому заходите на patreon.com.cuopdesign, подписывайтесь, поддерживайте нас. И самое главное, получайте всякие приколы типа Pre-Show. Да. Пришоу, практически дополнительный подкаст. Пришоу к этому выпуску в комментариях есть. Я всегда закрепляю. По времени, вот последнее, например, пришоу было вообще час сорок. Там круто, там все то же самое, только как сказал Кирилл, все то, что вы просто обсуждаете, все говно вы сливаете на патронов. Как-то он так сказал, вот лучше и не скажешь. Поэтому patreon.com, слышу ее в дизайн, переходите, будет круто. И да, ближайшее пришоу всегда подудю в закрепленном комментарии. Вот в закрепленном комментарии всегда ссылка на ближайшее пришел. Оттуда тоже можно попасть к нам на патреон. Это самый кратчайший путь. Переходим дальше. Дальше у нас опять Apple, Apple, Apple. Блин, я так сильно хотел посмаковать, но нам не дает время уже. Уже Новый год, уже стучится прям поэтому я кратко скажу. Первое. Слухи про новый Apple TV? Естественно, гейминг-фокус у него будет. То есть нетрудно догадаться, что Apple Arcade есть не только на iOS, но и на tvOS. И соответственно, кроме Apple Arcade просто есть игры, которые можно покупать. Ну или там фри-то-плейные, которые играть. И на Apple TV все классно работает. Даже в нынешнем поколении есть блютусные контроллеры, которые можно подключить, просто на геймпаде играть. Но здесь слух о том, что в Apple TV соответственно, к Apple TV будет прям Apple-овский контроллер. Видимо за 63 тысячи рублей, скорее всего, зонодированного алюминия. Вот. Но да. И соответственно, из-за того, что они прям хотят сильно сфокусироваться на гейминге, там ProOS получше поставят. Потому что сейчас он там старый. То есть ему три года назад его выпустили Apple TV 4K. Вот. И надо сказать, он очень крутой. То есть я его использую именно как кинопаб, кинопабную коробку. Вот. Работает очень круто. Будет больше. Сейчас 32 гига 64. Будет 64 128. Это все согласно слуху. Может быть и нет. Ну и да. Новые процы. Видимо, что-то там. Типа M1 только там. Ну здесь A будет скорее всего. A серия. Во-первых, ну Apple. А во-вторых, ну это мобильный девайс. Не так здесь как бы нужно. Хотя, если упороться сильно в консоли. Видишь, здесь из-за того, что игры должны быть совместимы с айфонами, здесь нельзя сразу ретрейсинг и киберпанк сделать. Хотя, может быть, они как-то сделают эксклюзивы для Apple TV какие-то. Но мне кажется, не на этой стадии развития своего рынка гейминга. Поэтому будем ждать, выйдет что-то как-то или нет. Мне вообще нравится Apple TV. Я бы до сих пор его не скидывал со счетов вообще. Особенно реально Apple Arcade игры просто just work. Потому что там надо использовать именно какой-то эпловский фреймворк для создания. И оно просто скилится самой и вообще классно работает. Поэтому я оплачиваю Apple Arcade в Apple One подписки. И несколько игр играл. Они реально все классные. Если бы у меня было время, я бы в них играл. Особенно каждый месяц приходит, что вот две новые игры. И я бы реально... Вот за месяц ровно их и можно спокойно пройти. Но пока не до этого. А так это прям круто. Далее. Далее он... Ну, кстати, что ты скажешь? Ты вообще как? Вот если бы у тебя сейчас встава необходима... Хотя, блин, глупый вопрос. Смарт-ТВ реально тоже неплох. Но вот... Давай так. Какая я люблю спрашивать. Есть какой-то сценарий, в котором ты бы купил себе Apple TV? На самом деле есть. И знаешь, какой он? Как раз таки Apple Arcade. Но это единственное эксклюзивное, что здесь есть так или иначе. Да. Потому что да. Да, потому что я, если бы реально зажрался, я бы купил себе все приставки, которые мог... А я приставками это называю. Ну да. Которые бы мог. Я бы себе купил и Xbox, в том числе, и в том числе Apple TV, на котором можно было бы играть в Apple Arcade. Соответственно, это как же Xbox Game Pass, по сути. Ну да, да. Заходишь, играешь в эти 100 вот этих вот игр, в которых там просто шарики надо катать на телевизоре. Видишь, учитывая, что здесь Reigns были, это же не просто шарики. Понятно, что это тоже такое околоказуальное дерьмо, но все-таки это от серьезных разработчиков. То есть здесь не только ручные Apple-овские разрабы, здесь есть те, кто типа вот Девольвера уже заходят и из мира не Apple делают здесь тоже вещи. Мне это прям показалось, что Apple настроены серьезно. Возможно, они прощупывают и дальше больше. Понял, принял. Поэтому да, наверное, это единственный повод, если ты не в Apple инфраструктуре. Так-то понятно, что ты можешь еще там подключить какое-нибудь мультимедиа, домашние кинотеатры и Apple музыку слушать с Apple TV. Но это как бы уже если ты прям в инфраструктуре. Хотя на Samsung, как мы помним, в телеках тоже уже Apple музыку завезли, но да. Вот, дальше, дальше. Хотелось как-то рассказать про M1, про чипы. И у нас даже в Slack я приложил супер гайд на MacRumors и про компьютеры на M1, и про сам M1. Но начать с новости того, что Adobe адаптировали Premiere Pro, Premiere Rush и Audition для M1 нативно. То есть не через розетку два эмулятора, а именно нативно пока в бете. Но они прям подтягиваются. То есть они стремятся, и почти все сейчас, я думаю, крупные разработчики стремятся адаптировать свое ПО, чтобы оно нативно работало на M1. Потому что, ну, по слухам, M1 – это прям бомба. То есть очень быстро все, очень долго работает батарея, очень не греется. И как бы, да, если это все будет еще нативно работать, это будет еще быстрее, и, соответственно, это прям пушечка. Особенно учитывая, что Mac'и часто юзают именно профессионалы. То есть там почти нет казуальных пользователей, которые там просто в 1С сидят или в Word. То есть это, как правило, люди, которые делают какой-то контент. Поэтому инструменты для делания контента в первую очередь адаптируют разработчики. Так вот, просто, опять же, M1. Чтобы ты понимал, вышел от MacBook Air, MacBook Pro 13, только 13, и Mac Mini с M1. Везде M1. Цены разные, соответственно. Но производительность абсолютно одинаковая. Там плюс-минус 2 балла в бенчмарках. Соответственно, реально сейчас можно взять Air, который так же, как прошка по скорости работает, но тоньше прошки. Поэтому я реально ожидаю, что MacBook Pro 15 будет на M2, или там M1X, как они это называют. И он хотя бы уделает Air, потому что, ну, камон. А какой смысл тогда брать Pro? Понятно, там оперативки больше на 8 гигов. Но здесь из-за того, что оперативка, чтобы ты понял, прям в чип встроена, в проц. Собственно, это одна из причин суперскорости. То как бы да. То есть тут это и будет, наверное, M1X, в котором больше можно оперативки встроить прям в проц. Поэтому на данный момент реально лайфхак взять Air MacBook, и он будет прям супербыстрый. То есть, по-моему, Escobarich из чатика, он то ли себе, то ли кому-то взял как раз такой Air и прям кайфует. А Нуар из патроновского чатика взгрустнул немного, что надо было взять Air, чтобы не переплачивать. Тупо потому что... А он взял Прошку. И тоже супер кайфует, потому что прям, ну, это реально круто. Я на самом деле подумал, что если я когда-то все-таки буду делать музыку на миди-инструментах, и нужно будет не к компьютеру подключать клавиатуру и стоять только около компьютера, а как-то, ну, где-то там на коврике около камина или где-то еще миди-клавиатурку подключить, то я возьму себе именно на Apple Silicon ноутбук. Вот чисто ради этого. Потому что, наконец-то, ноутбуки снова становятся переносными устройствами, которые не прожигают тебе яйца или пол, а как-то, ну, ты их реально юзаешь, как айпадик, ми-ми-ми, ня-ня-ня, и классно. Но при этом можешь делать контент. Понятно, что и к айпаду можно через переходники и миди-клавиатуры подключать. Ну, блин, камон. Айпад Про стоит тоже 100 штук, как и Air. Кстати, вот эти Apple Silicon ноутбуки дешевле. Может быть, пока как замануха, дешевле, чем интеловские. А может быть, потому что интелу не надо royalty платить. Ну, короче говоря, пока прям все плюсы. И пока я прям сильно рад. Ну, а про архитектуру M1 чипов либо в следующий раз расскажем, либо уже когда выйдет M1... Либо хорошо, либо ничего. Да, либо когда выйдет M1X и уже тоже про эту архитектуру. Но если кратко, там прям все в чипе. Там проц, видеопроц, нейропроц, там же модуль защиты, ну, типа шифрование, там же оперативка, и все это 5-нанометровый техпроцесс, там же, собственно, декодер, там же USB 4 поддерживается. Короче, очень круто. И сам проц поделен напополам. Четыре ядра мощных для сингл-ядровых приложений, типа кодирования, я не знаю, решения систем линейных уравнений. А четыре ядра маленьких, типа как CUDA-ядра для мелких, так сказать, задач, они именно для кодирования видео. И ровно поэтому как раз, опять же, он быстро работает и мало заряда тратит на обычных задачах, потому что только полпроца работает. И там те полпроца, которые наиболее эффективно решают эту задачу. То есть они реально упоролись в архитектуру. И это круто. Я думаю, у них все слижут теперь, что он такой единый монолитный чип, в котором прямо все. Потому что теперь техпроцесс это позволяет 5 нанометров. То есть 16 миллиардов транзисторов, а все, ну как бы чип, он примерно такой же, там размером, я не знаю, с сим-карту. Типа того. То есть это прям инновация, это круто. И я жду. Десктопный, мне кажется, будет не M, а D. Ну типа M Mobile, а D Desktop. Ну это так. Интересно будет мое предположение, подтвердиться или нет. Почему, правда, тогда носимый электроника, типа iOS, там, TWS, а чип? Я не знаю. Может они изначально просто, а Apple? А здесь уже реально M Mobile, D Desktop. Ну короче, ждем. Десктопов пока никаких не вышло. Ну Mac Mini это условный десктоп на самом деле. То есть тоже. Он, соответственно, дешевле, чем MacBook. Ну это если у вас уже есть монитор. Это прям реально сейчас очень крутая возможность зайти в Mac. Купить вот этот Mac Mini на M1. И прям он реально очень крутой. Вот этот GPU, который там, он тоже, сколько, 8? Да, 8 ядер. Он делает любую встроенную графику, которая сейчас есть на рынке. Поэтому даже там на нем что-то там позапускали. Ну а архитектура, да. Она не x86, она ARM. И, соответственно, ну винда на нем не работает. Потому что официально нету ARM на винды вообще. Только через Parallels есть OEM-ную версию. Можно запустить. Но официально Microsoft это не поддерживает. Здесь, кстати, интересно, будут они выпускать ARM-ную винду или не будут. Но как бы да. А по факту есть эмуляция. Когда Apple переходил в 2006 с архитектуры PowerPC на x86, у них эмулятор назывался Rosetta. И тут они об этом вспомнили. И новый эмулятор назвали Rosetta 2. Хотя по факту он к тому не имеет отношения. Просто это тоже эмулятор. И он тоже вышел в момент, когда Apple переходит с одной архитектуры на другую. Прикольно, что они вернулись к этому неймингу. И как бы да. В случае с MagSafe они, конечно, надругались над оригинальным MagSafe, потому что нету ничего общего. Но здесь как-то есть вот общее. И это прям прикольно. Что скажешь? Я скажу, что я с тобой согласен абсолютно. Вообще, короче, а да ничего. Все. Ты все сказал. Помотешились. Совсем согласен с тобой. Рубрика без комментариев на канале Евро Ньюс. На канале Евро Дизайн Ньюс. Пишите в комментариях, кто уже купил, кто как кайфует. И может быть, кто-то не кайфует. Я помню, Докер не сразу, например, адаптировали под М1 и у всех жопа отлетела. Кто уже купил, а у них на Докере вся разработка. Насколько я помню, сейчас уже адаптировали. Поэтому да, пишите, что еще как, что. Но вообще прям... Я супер удивлен. Я до этого так засирал макбуки. И тут они хоп. И вот этот М1 лучше, чем 16 работает. И тише, и холоднее вообще. Поэтому, блин, вау, супер. Apple молодцы. Идем дальше. Молодцы. У нас заключительная тема в подкасте. Она немножко такая образовательная. Просто и чуть-чуть такая... Может быть, мы что-то с тобой вообще офигеем от этого. Короче, тема Rich Communication Services. Просто на Вики статья. О том, что оказывается, если вы не знали, то кроме смс-ок есть более современная технология, такая же, как смс-ки, только не смс-ки. Ммс-ки. Которые используют именно интернетное соединение. То есть, если смс-ки вы можете посылать просто без инета, чисто по телефонной связи, понимаете? То это, короче, вот эта вот RCS-ки, можно посылать также с мобильного интернета, ну, с мобилы, с мобильного интернета, но как бы это как смс-ка. Ну да, по своему протеколу так. Опять же, чем это отличается от iMessages, спросите вы меня? А не чем, скорее всего. Тут тоже можно посылать гифки, хренивки, видео, что угодно. И почему мы сейчас про это заговорили? Потому что Google, Google, у себя в Google Messages вводит RCS-ки и уже, я так понимаю, ввел, запустил в ноябре 2020-го. Кроме, конечно, там, России, КНДР, КНР и других. Других серверных держав. Да. Вот. Во всяких отсталых странах уже запустил RCS-ки. Прикольно. То есть, у них есть ответ Чимберлену, ответ этому Тиму Куку на их iMessages. Мы в какой-то момент даже очень много пользовались iMessages еще до того, как был Telegram и до того, как был, я даже не помню. WhatsApp, WhatsApp. То есть, вообще, мы, да, мы, знаешь, так плотно, плотно iMessage-ли. Вот тут для Google пацанов тоже такое открывается. RCS-ки эти. Слушай, я не знаю даже, чем тебе вообще приглянулось данный факт. Ну, у нас просто патроны реально попросили об этом рассказать и попросили сделать акцент, что кроме России, КНДР, КНР, Ирана и Кубы. Вот. Но на самом деле вот новость, что МТС в октябре 2020-го объявила, что RCS в Москве для некоторых Samsung-ов запущено будет. Видимо, как с FSB-шниками договорились. Здесь проблема именно в шифровании. Не проблема, точнее, а фишка. По тебе, чем лучше iMessage-ли. iMessage-ли шифрует Apple, а здесь шифрование само встроено в протокол, типа того. И оно end-to-end. Типа, если ты перехватишь, ничего не будет. Но зато, если взломаешь телефон, то как бы похрену, ничего не будет шифроваться, потому что на телефоне расшифровывается. Поэтому, ну, сделали, сделали по Лебедичу. Будем ждать более развернутых комментариев, опять же, от более знающих людей. И, может быть, мы вернемся потом к этой теме. Может быть, у нас будет такая практика теперь возвращения к темам. Не дай бог, конечно. И будем как-то это все прорабатывать. А так, в общем, и в целом закончили, я думаю. Хорошо. Перейдем к списку, да, наверное? Да, надо к списку перейти. У тебя не открыто? Я открою. Как нам один куплю ноутбук, так будем. Короче, да, открываем наш patreon.com. Захожу в патронов, захожу в списочек самых лучших людей в мире. И, конечно же, их отсортирую по пледжу, чтобы начать с более понтовых и закончить не такими понтовыми. Итак, 40-долларовые первые помощники наши. Игорь Катив Продакшн и Макс. Воу. Спасибо, чуваки. Этот год был тяжелым. Я не знаю, как вы удержались на 40-баксовом пледже, но да. Далее. Не менее, на самом деле, важно, если честно, 20-долларовые штурманы. Никита Ларк, Владимир Анохин, Иван Мирзавцев. Вот эти три пацана. Тоже, ну, блин, 20 долларов в месяц заносить в кризисный год. Это, пацаны, вы миллиардеры. Вы AirPod Max, скорее всего, взяли себе. Далее. 10-долларовые почетные космонавты. Дмитрий Скрипкин. Он вообще 14,88-долларовый, но тоже хорошо. Константин Мудрюк, Петр Гульчук, Бэт Кэт, Графа Балмасов, Алекс Яценко, Ануар Болгимбаев, Кеша Пузелев. И все. Вы крутые чуваки, спасибо. На самом деле, есть еще 9,50 чувак. Он входит в почетных космонавтов. Артур Сабиров. А он евро, по-моему, поэтому входит. А, евро. Евро, да. Да, простите. Далее. 5-долларовые космонавты. Юджин Скакун, Владимир Ливандовский, What is Love, Кристина Кхалитова, Мила Кучер, Иван Ксоксо, Никита Гончаров, Айрон Улф, Эдуард Мисков, Иван Савин, Анастасия Чащина, Дмитрий Перещук, Игорь Ли, Алекс Нью-Бостон, Илья Смагин, Трофим, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Эльмира Халилова. Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, ЯВЭП, Алексей Фреймо, Иван Сухин и Миша Хохлов. Вот такой списочек у нас. Всегда радуюсь, когда Андрей Чиг и Эльмира Халилова рядом звучат. Да, мне тоже нравится, я тоже балдею. Ну, круто. Всех с Новым Годом. Не только патронов, вообще всех наших зрителей и слушателей. А, патронов с новым счастьем. Да. А к обойке мы еще можем перейти? Здесь у нас прям, ну, супер на поверхности, конечно, где наш подкаст. Но я посмотрю, что ты сейчас скажешь. Ну, конечно, конечно, на поверхности. Сейчас, ага. Вот, короче, я вижу на фотографии какую-то деревушку в Европе. Вот, судя по всему. Судя по всему-всему-всему. По архитектуре и вообще по ландшафту. Какая-нибудь Шотландия, я думаю. Короче, вот, хотя хрен его знает. Но, тем не менее, наш подкаст здесь, это вот сверху такой, видишь, туман чуть-чуть нависает. Вот, это наш подкаст. Он, как бы, иногда накрывает эту деревушку, в которой живут, естественно, наши патроны. Патроны живут в самом дорогом доме. Вот. Обычные слушатели, они там подальше. Вот, и, короче, туман накрывает. И, как бы, в тумане происходят всякие странные, страшные, а может быть, и не страшные, классные события. Вот. Потом, хоп, он рассеивается. Все такие, ушел подкаст. Да, и два месяца нет. Потом, хоп, он снова. Два месяца нет. Потом снова накрывает. И все, вот так опять снова. Вот, как-то мое такое мнение. Слушай, свежо. Интересно, да. Несмотря на то, что туман, все равно свежо. Ну, я, естественно, буду говорить, что наш подкаст – это церковь. И вся паства сюда стекается. И патроны – это те, кто больше всего заносит. И им в раю самое уютное облачко будет отведено. Вот. Просто я еще когда рассматривал сейчас, увидел, что там есть еще какой-то пожарный выход из церкви. Там маленький домик на задах. И у него еще именно на минус первом этаже дверка какая-то. Да, да. Сбегать, если, короче, приедут эти. Да. Если кто-то что-то приедет, то можно сбежать. Именно спрыгнуть, просто побежать по траве, босому. Классика. И когда именно стрелами в тягу устрелять. Так что вот как-то так. Ладно. Слушай, так это в итоге не Шотландия, да? Я понятия не имею. Там не было геопозиции. Но вообще я был в Австрии в горах, там так же. Поэтому тут как бы зависит. В Шотландии-то этих барашков не хватает. Барашков. Кранбруксов. Да. Ну, круто, круто, да. Еще раз всех с Новым годом. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, я успею это смонтировать в этом году и 31-м в салат выложить это, чтобы вы не смотрели это. В Оливье прям, да. Но, тем не менее, вдруг вы будете с нами справлять этот Новый год. Нам будет приятно. Да я уверен, Трофима, Норбалгимбаев, все послушают. Все лучшие люди с нами. Да, да, да. Я до сих пор помню вот это словосочетание. Денис Щербаков, Коралдак и Папуска. И Папуска. Надеюсь, они все даже, а я не помню, они патроны сейчас, кто-то из них еще патрон или нет. Но я думаю, даже если они не патроны, они услышат сейчас, улыбнутся, им тепло станет. И они пойдут и подпишутся обратно на Patreon. Да. Ну, круто. Все, ладно, давайте тогда. Всем пока. Увидимся уже в Новом году. И мы приготовили для вас в этом Новом году еще много интересного и классного. И да. Все, услышимся. Давайте, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok